Не то, что нам подходит. Если мы коснемся еще одного блока, то бывают санкции более сложные. То, что я сказал, касается уже более крупного воздействия на экономику государства. В качестве примера изоляции России от финансовой системы, что мы отчасти сейчас видим, что происходит. Разрыв отношений за санкции, либо санкции против первых лиц, чего мы до этого не встречали в отношении Российской Федерации, то есть и против министра странных дел, и министра обороны, и даже президента страны, что является беспрецедентным. Такие санкции мы с вами уже тоже встретили. Всего, что касается России, здесь не одиноко. И на ваших экранах перечни стран, в отношении которых введены незаконные ограничения санкционные, в отношении двух десятков стран. И все они в той или иной степени за свое поведение страдают незаконным путем от введенных мер Соединенных Штатов, Европейского Союза, ряда иных стран и игроков на международной арене. Включая в том числе и Китай, там, знаете, да, что министр обороны Китая сейчас, который закупал наши С-400 и истребители, да, он же является подсанкционным лицом с точки зрения США, и США хотят с ним встретиться. Надо определиться здесь, да, где мы находимся и с кем. Да, но это на всякий случай напоминание еще раз от уважаемого китайского дипломата. Что касается России, незаконные санкции, сейчас я приведу к 22-му году, да, но они начались вводиться еще до событий на Украине, еще до Крыма и еще до, собственно говоря, конфликта массового, да, мы помним и закон Магнитского, и ряд других актов, да, на основании которых уже начали вводиться ограничения. То есть дело было, на самом деле, не во какой-то вооруженной риторике там или еще чем-то, да, а дело было просто во внешней политике независимой, которую начало проводить российское руководство, и за это начались односторонние ограничения. Ну, на примере на экранах у вас есть разные поводы для санкций, да, оказания поддержки, законной поддержки правительству Сирии, который нас попросил об этом сделать, да, или какие-то нелепые санкции, как вредительские действия правительства России, основания, да, там, ну и ряд других здесь вещей есть. Что мы имеем на сегодня? Есть различные источники, есть различные аналитические базы данных, которые позволяют отслеживать, ну, систематизировать и аккумулировать те регламенты, директивы Европейского Союза или законодательные акты США или Канады, Австралии и других стран, которые вводят санкции в отношении Российской Федерации. То есть на экране один из примеров – это база Castellium.ai, да, она не является единственной в качестве, я призываю, с допущениями относиться к этой информации, да, но тем не менее, да, как пример для обсуждения, 22 февраля 2022 года перед вами на экранах количество санкций, которое было введено, 12 616 по состоянию на 5 апреля 2023 года нашего сегодняшнего, да, если мы разобьем их по субъектам, против кого вводились санкции, да, то длинные доли – это будут у нас физические лица, почти 9900 человек, юридические лица – это 2700 российских организаций, плюс также вводились санкции в отношении отдельных судов, да, вот это связано в том числе с транспортировкой ресурсов, да, и в отношении также и самолетов отдельных лиц, то есть такая у нас история тоже случается. Да, по, с точки зрения странового круга, кто в отношении нас вводил санкции максимальным образом, да, на экранах тоже представлено, это порядка 20% – это США, порядка 20% – это Европейский Союз, также по 10% там нам добавляют Австралия, Япония, Канада, Великобритания и ряд других игроков. Если мы суммируем всю эту историю, начиная с 2014 года, то и посмотрим динамику введения санкций в отношении Российской Федерации, то мы видим, что вот начиная с 22 февраля Россия вышла по сегодняшний день на первое место как страна в отношении физически-юридических лиц и публичных органов, в которой введено максимальное количество санкций. Если вы видите, до 22 февраля мы были, следовали за Ираном и за Сирией, да, находились примерно на одном месте, да, то теперь мы, ну, абсолютно лидеры, не знаю, можно этим гордиться, конечно, но мы видим то, что мы видим, да, и по количеству санкций мы достигли уже порога 15 и 411, но это цифры, понятно, условные, да, на самом деле, с точки зрения различных сфер регулирования и общественных отношений этих санкций на самом деле гораздо больше, да, но динамику всю на примере последнего года можно проследить, да, и мы видим, как такие резкие скачки, да, они отображают, собственно говоря, те самые так называемые санкционные пакеты, вводимые где-то согласованно США и Евросоюзом, где-то отдельно, индивидуально, мы здесь можем заметить, что некоторые вещи отделяют, и на примере отдельных, слайд пропущу, на примере отдельных сфер регулирования, на примере отдельных сфер экономики мы можем проследить, что где-то страны голосуют, что называется, единогласно, а где-то у них есть выборочная политика, исходя из все-таки каких-никаких, но хотя бы заботы о национальных интересах в сфере того или иного сектора, да, мы знаем, что бывают санкционные исключения, бывают санкционные оговорки и так далее. Ну, перед вами на экране те сектора экономики, которые наибольшим образом, что касается ресурсов экспорта, импорта, вплоть до роскоши, приметов экспорта из стран, экспорта стран Европы и наоборот импорта в Россию, да, это все тоже у нас входит в круг санкционных ограничений, презентация, она доступна, коллеги, если кому интересно, можно, да, взять у фонда. Ну, собственно говоря, стоит отметить, да, что вот газ здесь стоит особняком, стоит особняком металлы. Следующий, если слайд посмотреть, да, то не такая однозначная картина может складываться по отношению санкционной политики Швейцарии, если мы возьмем страновой аспект, да, то есть здесь надо делать определенные еще раз допущения, аналитику, да, в отношении того, какая страна, какие санкционные меры предпринимает, но мы видим, да, что это касается и в том числе консультационной, да, например, хотим снимать санкции, хотим снимать западные фирмы, а нам говорят, не надо обходиться своими силами, ну и ладно, спасибо большое. Бухучет, консалтинг там и так далее, да. Да, российские гос.СМИ, отдельный блок еще коснемся, я думаю, сегодня, ну и так далее, да. Отмечу, что это касается санкций, которые связаны с экспортом определенных продукций и СМИ, но здесь нету ряда неформальных вещей, таких как, например, уход компании с российского рынка или отдельное неприглашение нас на определенные мероприятия, там, санкции там со стороны международных организаций в сфере спорта, в сфере там труда и так далее. То есть, на самом деле, вещь, это гораздо более, спектр этих ограничений гораздо более широк. Для сравнения, коллеги, может быть, здесь карта не очень сильно отображается, но попробуйте, на вскидку, понять, да, страны, которые поставляют вооружение Украине, страны, которые ввели санкции, что у нас здесь по разнице. Новая Зеландия не поставляет оружие, Япония не поставляет оружие, Курция поставляет оружие, но не ввела санкции, наоборот. Южная Корея ввела санкции, но не поставляет оружие, однозначно. Ну и еще ряд других, да, то есть, коллеги, нам надо выделять, что страны дифференцированы еще потому, насколько они, с одной стороны, хотят угодить своим партнерам или сюзеренам в отношении политики, вводя санкции, например, не решаясь на такой шаг, как поставка вооружения, становясь участником фактически вооруженного конфликта. И с другой стороны, есть страны, которые, наоборот, воздерживаются полностью, да, и еще раз я продемонстрирую вот этот знаменитый демотиватор или мотиватор, который должен нам напоминать о том, в отношении какой части света мы имеем с вами дело. Вот, ну, еще раз подведу итог, да, то есть, три вещи, которые у нас, три цели, которые будут преследовать у нас санкции внутри страны, да, они у нас на экранах, но самая главная наша цель – это защитить национальный суверенитет государства, его целостность, да, в условиях этих незаконно введенных ограничений. Будет сегодня блок юридический, да, с точки зрения наивысшего какого-то оценки, вот на экранах позиция Конституционного суда Российской Федерации в отношении тех мер ограничительных, которые принимаются против Российской Федерации, да, и четко говорит про критерии, которые установлены в международном праве, да, есть определенные процедуры, то, с чего начал эта процедура, установленная в 39-й и 42-й с статьями Устава ООН, которые применяют Совет Безопасности и комитеты по санкциям ООН. Ну, собственно говоря, все, что было у нас в ход этой процедуры, то следует с точки зрения нашего, мы же с вами правопослушные люди, признавать незаконным. Меры реагирования, они различные есть, да, но я сейчас не буду долго останавливаться и на разных последствиях, скажу, по итогам, наверное, такой общий обширный блок, мы с вами коснемся сегодня, вот как раз отдельной отрасли, энергетика, СМИ, финансовая система, наиболее такими жирными мазками, да, мы закрыли свою внешнюю торговлю, судить о том, с кем мы, как мы торгуем, можно только по внешней статистике государств, с которыми, ну, проанализировать, если 193 государства других в мире, то тогда мы поймем, как Россия торгует, да. Значит, экспорт у нас был 55%, да, но в целом она у нас снизилась до 45% торговли с недружественными странами. Главным партнером по обходам санкций стали для нас страны Евразийского экономического союза, далее страны по советскому пространству, и отдельным особняком стоит у нас Турция и Китай. Здесь нам с вами еще предстоит обсудить. Вот, ну и вместо эпилога хочется сказать, что кто к нам с санкциями придет, тот от санкции и погибнет. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за внимание. Буду готов ответить на вопросы или продолжим дискуссию. Еще раз спасибо. Дарья. Спасибо, Игорь Дмитриевич. Предлагаю вопросы сейчас или потом уже проведем в конце? Тогда предлагаю двигаться по программе дальше, а далее у нас такой блок, скажем так, докладов на тему влияния санкций на внутреннюю политическую обстановку Российской Федерации и Республики Беларусь. И у нас два эксперта, Шатилов Александр Борисович и Шпаковский Александр Павлович. Я предлагаю начать с Александра Борисовича. Если вы не против, вам слово. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Я постараюсь себе представить, скажем так, экспертный взгляд. К сожалению, я не подготовил презентации, поэтому прошу, как сказать, меня строго не судить. И, как бы, может быть, мои размышления уже принять, что называется, на слух. Соответственно, мне хотелось бы порассуждать на тему, как все-таки меня изменилась российская политическая система. После начала войны санкций и, скажем, апогеем вот это изменение. Изменение стало специальной военной операцией, которая, на мой взгляд, вполне логично уже растекала из предыдущего противостояния России и Запада. Ну, как здесь уже говорилось, что нас не убивает, делает нас сильнее. И поэтому я здесь считаю, что, опять же, как и в социально-экономической сфере, даже, может, больше, чем в социально-экономической сфере, санкции способствовали определенным позитивным изменениям в политической системе Российской Федерации. Какие тенденции, на мой взгляд, можно отметить? Первый момент – это то, что в результате вот этого глобального противостояния с Западом и в рамках войны санкций, и в рамках противостояния вокруг СВО у нас произошел переход от плюралистической к умеренно-мобилизационной модели государственного общественного устройства. Потому что, скажем, в начале еще 2000-х годов, в тучные нулевые, сложилась такая многосоставная плюралистическая модель, скажем, такого, которая предполагала мирное существование различного рода идеологических, политических и бизнес-групп в российской элите. И до определенного момента эта модель работала, пока в стране наблюдалось достаточно, скажем, такое мирное и, скажем, благополучное развитие. Но по мере продвижения России по пути суверенитета, по мере, скажем, такого обострения отношений с Западом, эта система уже начала давать сбои. Причем давать сбои она уже начала где-то в 2011-2012 годах, вспомнить хотя бы протесты на Болотной. И, соответственно, были потом демарши определенных, скажем, таких олигархических групп в 2014 году. Ну и, скажем, вот это движение Навального в более поздний период. То есть уже, как говорится, вот этот консенсус, скажем, внутриэлитный и консенсус, скажем, идеологический, он распадается. Ну и как раз СВО поляризовало фактически российское общество. То есть здесь на тех, кто принял патриотические и патриотический суверенный курс руководства страны, тех, кто, наоборот, уже открыто с ним порвал и подверг его критике. Ну и, соответственно, это все привело к тому, что потихонечку эта патриотическая система начала сворачиваться. И мы сейчас имеем, ну, некоторые, скажем, такие, скорее мобилизационные тенденции. Ну, достаточно умеренные мобилизационные тенденции, невзирая на то, что там некоторые требуют, как говорится, закушать гайки, как говорится, в соответствии с условиями военного времени. Но военного времени пока нет, у нас СССР. Вторая тенденция, к которой мне хотелось бы ответить, это разочарование в идее партнерства с Западом на различных уровнях российского общества, в том числе даже в элите. Потому что напомню, что в начале 2000-х годов в российской элите, скажем, такая была, скажем, концепция, она господствовала так называемого глобального акционерного общества, которая предполагала, ну, скажем, такое взаимодействие с Западом и предполагала возможность вписаться в повестку глобальную западную на определенных условиях. Мы предлагали, скажем, нашим западным партнерам варианты с таким, как сказать, мирным сосуществованием, с тем, что мы не будем, скажем, противостоять Западу, но при этом Запад должен обеспечить наш суверенитет и наши национальные интересы. Запад от этого отказался. Ну, и апогеем этого стали события 2014 года. Ну, на мой взгляд, как раз крымские события как раз стали отправной точкой разрыва с Западом, потому что были определенные иллюзии насчет того, что Запад еще нам простит Крым, что вот в этом плане мы там с некоторыми нашими коллегами вели в свое время дискуссии, что Запад, ну, скажем так, восстановит добрые отношения с нами после реинтеграции Крыма, но этого не произошло, и более того, Запад занял открытую конфронтационную позицию, да, и поэтому даже любые, там, некоторые попытки как-то еще договориться с нашими западными партнерами в рамках минских соглашений, стамбурских переговоров, там, зерновых дел и прочее, мы видим, они не дают, ну, скажем, никакого эффекта. Запад с жесткой гниной линией на, скажем, дисволацию России как таковой. Ну, то есть договориться на равных, ну, судя по всему, не удастся. Третий момент, какой бы я хотел отметить, это появление в России так называемого третьего гражданского общества, да, ну, как бы есть две концепции гражданского общества. Первая, которая предполагает, скажем, такое жесткое, достаточно жесткое противостояние гражданского общества и власти, да, так в рамках вот либеральной модели, да, что общество должно, скажем, власть поддавливать, общество должно с властью биться за свои права и находиться в таком жестком противостоянии. Вторая концепция, скорее, русоистская, когда интересы типа общества отожделяются интересами власти и общество полностью вписывается во властную, так скажем, модель, да. А вот третье гражданское общество, оно предполагает то, что вот общество, оно страхует власть и государство на наиболее уязвимых направлениях и корректирует, я бы сказал, даже о грехе системы управления. Это мы видим, особенно это, на мой взгляд, наглядно проявилось в рамках СВО. Вот в этом плане можно отметить деятельность волонтерских групп, военкоров, там, не знаю, диванных войск и прочее, которые, в общем-то, старались оказать посильную поддержку и помощь власти на тех направлениях, где, ну, что-то было недоработано и что-то было не обеспечено, да. Поэтому, на мой взгляд, такая вот неформальная поддержка власти снизу – это тоже следствие и войны санкций, и специальные военные операции. Далее нужно отметить общую консолидацию российского общества на принципах суверенитета и патриотизма, ну, в том числе, за счет процесса вымывания из него чуждых таких элементов, там, релакантов, иноагентов и прочее, 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 которые предпочли по каким-то страну и, соответственно, тем самым, как говорится, отдав поле боя патриотической общественности. Далее еще один момент, который, как мне кажется, достаточно является важным – это выстраивание новой системы управления страной, которая происходит в настоящее время. С одной стороны, как я уже говорил, на умеренной мобилизационной основе, а с другой стороны, на основе инновационной, ориентированной на новые технологии, цифровизацию и развитие коммуникации. То есть это не просто какое-то там, скажем, ужесточение режима, наоборот, здесь есть попытка, так скажем, рационального, скажем, максимальной рационализации власти и, более того, с учетом новейших тенденций технологического, интеллектуального и общественного развития. Далее, в ходе вот этого, скажем, противостояния санкционного, да, в ходе, скажем, вот этой войны, условно говоря, новой холодной войны России и Запада происходит постепенно освобождение России от невыгодных, навязанных ей в 90-е годы договоров и правовых норм, да, начиная от различного рода, скажем, военно-политических договоров, типа ДОВСЭ, СНВ-2 и прочих, да, ну и кончая некими принципами, скажем, такими западными, заложенными в Российскую Конституцию, типа принципы приоритета международного законодательства наднациональным, да, сейчас, вы знаете, возникла дискуссия относительно возможности корректировки Конституции Российской Федерации с точки зрения государственной идеологии и так далее, потому что мы все помним, как принималась Конституция 93-го года и как там политическая конъюнктура того времени накладывала отпечаток на ее, скажем, формирование. С тех пор прошло времени много и, наверное, тут тоже требуются определенные, скажем, определенные, скажем, ну, как минимум, обсуждения, да, некоторых возможных изменений. Ну, а в целом, на мой взгляд, война с санкцией СВО, в общем-то, которые явились, такое событие СВО вообще является, на мой взгляд, такой масштабной войной России, прежде всего против Запада, да, такого коллективного Запада. В целом, говорят, эти события, они продемонстрировали зрелость и эффективность политической социально-экономической модели, которую выстраивал президент России Владимир Путин с начала своего президентства в 2000 году, да, также продемонстрировали политическую волю и российского руководства, и его стремление к суверенитету, обозначенное Западу еще в минусской речи, опять же, Путина в 2007 году. Ну, и я бы все-таки хотел еще отметить, помимо относительной эффективности деятельности власти, да, российской, и еще, ко всему прочему, и зрелость, патриотизм, и даже в некоторых случаях самопожертвование российского общества, которое сознательно, подчеркиваю, сознательно сплотилось вокруг власти в тяжелое время и оказало власти неформальную помощь на таких проблемных треках. Вот, на мой взгляд, вот эти основные тенденции во внутренней политике, которые мы наблюдаем в настоящий момент, где-то они проявляются более отчетливо, где-то на таком подскудном латентном уровне, но вот то, что я, как эксперт, скажем, отследил, отсыдил и представил ваше мнение. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Александр Борисович. Ну, теперь перейдем, я так понимаю, к обсуждению белорусской повестки. Александр Павлович, вам слово. Спасибо. Говорит о том, что все же и Российская Федерация, и Республика Беларусь, как партнер по союзному государству, несут серьезные издержки вследствие санкций. Более того, в своей стране, в Беларуси, я довольно давно продвигаю идею о том, что нам необходимо дать правую квалификацию этим законно введенным ограничениям, рестрикциям и посчитать ущерб. Это необходимо сделать. Понятно, что на сегодняшний день возможность взыскания каких-либо репараций выглядит достаточно призрачной, но на будущее мы должны иметь под рукой эти цифры, потому что мы видим те незаконные ограничения, невероятные просто, беспрецедентные, которые введены в отношение России на настоящем этапе, а в отношении Беларуси я могу вам сказать, что санкционный режим в той или иной степени действует с 1997 года. И никогда в полной мере санкции нашими западными цивилизационными конкурентами в отношении нашей страны не отменялись. Даже в период так называемого потепления. Более того, парадоксальная ситуация наблюдалась нами в 2019 году, когда в начале 2020 года, когда страну посещали высокопоставленные европейские и американские функционеры, в том числе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, руководитель Госдепартамента Помпео, а президент Лукашенко находился под санкциями Соединенных Штатов Америки с формулировкой угрозы национальной безопасности. Это все было так. Поэтому никогда санкции не отменялись, и тот ущерб, который нанесен в нашей стране, я считаю, что по таким очень скромным оценкам он составляет сотни миллиардов долларов США. И чтобы просто не было поздно, как, допустим, сейчас, когда в Беларуси проходит расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы немецкой оккупации, и уже многих, к сожалению, свидетелей по понятным причинам нет в живых, очевидцев, потерпевших, но тем не менее даже те следственные действия, которые проведены, позволили открыть еще 500, вот, вдумайтесь в эту цифру, мест массового расстрела, захоронений, значит, уничтоженных советских граждан на территории Беларуси. Вот. Но теперь возвращаясь к экономике. Нужно отметить, что, несмотря на то, что санкционный режим действовал с 1997 года, конечно, в период с 2015 по 2020 год прошли определенные послабления. Для Беларуси были открыты возможности Всемирного банка, различных иных международных банковских финансовых структур. Вот. Были определенные результаты в торговле с Европейским союзом. На официальном уровне у нас рассматривалась такая доктрина внешнеэкономической деятельности, которая называлась 30-30-30. То есть, по идее, мы должны были экспортировать 30% производимой продукции в государства Европейского Союза и далее страны коллективного Запада, 30% в Российскую Федерацию и 30% в так называемые страны дальней дуги. Это называлась стратегия диверсификации экспорта. И вообще, та самая многовекторная белорусская политика, которая иногда довольно, скажем так, примитивно понимается некоторыми публицистами и рассматривается именно в политическом контексте, в большей степени имела под собой экономическую основу. Вот государство экспортирует более 60% от производимой продукции и, соответственно, заинтересовано постоянно в поиске новых рынков сбыта. Ну, в основе, конечно, нашего сотрудничества с Европейским союзом это, в первую очередь, была все-таки сырьевая составляющая. Это нефтепродукты, произведенные из российской нефти. Хотя и другое сырье из Белоруссии в Европейский союз поступало. Но после 2020 года, после попытки государственного переворота, Запад взял курс на введение санкций против нашей страны, вернее, на ужесточение санкционного режима. То есть те санкции, которые были отменены на этапе потепления, они вновь вводились. Считалось, что введение этих санкций способно, наряду с обстоятельствами политического кризиса, когда недовольные результатами выборов граждане пытались, и их как бы лидеры пытались оспорить путем уличных демонстраций, беспорядков, пытались оспорить результаты. Вот экономические санкции вкупе с этими политическими проблемами должны были привести к кризису власти в Белоруссии, вынудить государственную власть к переговорам с так называемой оппозицией, ну и в конце концов осуществить транзит власти в пользу тех политиков, которых поддерживал Запад. Вот. Тогда же, в осенью 2020 года, лидеры оппозиционного движения, публичным выразителем которых являлась экс-кандидат в президенты Тихановская, призвали население к общенациональной забастовке. Но этот призыв, несмотря на то, что уровень поддержки оппозиционных настроений в обществе был довольно заметным, он, тем не менее, не возымел какого-либо действия, в том числе в среде, где, скажем так, эти идеи пользовались популярностью, допустим, в коммерческом секторе экономики, который генерирует на сегодняшний день до 50% ВВП Беларуси. То есть не то, что ни одно крупное предприятие или там, скажем так, организация не ушли в так называемую забастовку, но даже индивидуальные предприниматели отказались поддержать эту идею. То есть стало понятно, что экономические условия, экономическая реальность на сегодняшний день, ну вот они не способствуют такого рода радикальным действиям со стороны населения, в том числе тех, кто поддерживал оппозиционные течения. Это привело к тому, что на Западе пришли к выводу о необходимости дальнейшего ужесточения санкционного режима, вводились очередные санкционные пакеты. Тем не менее, по результатам 2021 года белорусская экономика показала парадоксальный для западных экспертов рост в 2,3% ВВП. Значит, эта ситуация привела к тому, что... Не к тому, что они, скажем так, отказались от санкционной политики как неэффективной, а к противоположному выводу о том, что недостаточно санкций. В этой связи еще до специальной военной операции Российской Федерации начала разрабатываться стратегия введения секторальных санкций против наиболее стратегически значимых отраслей белорусской экономики. Это, конечно, нефтепереработка, это экспорт калийных удобрений, древесины. И с началом СВО эти санкции были введены. Особенно болезненными, конечно, были санкции против калийной отрасли. Несмотря на то, что предприятию «Беларусь-калий» в литовском порту Клайпеда принадлежит 30% терминала, для нас это наиболее выгодный логистический маршрут, который мы прорабатывали многие годы, он был взаимовыгодным и для Литвы тоже. Тем не менее, белорусский калий был объявлен угрозой национальной безопасности Литовской Республики. Как это юридически, мне очень сложно понять, но это так. Сырье было объявлено угрозой национальной безопасности, соответственно, транзит остановлен. Украинские порты стали для нас недоступны с началом специальной военной операции. Единственный вариант, который оставался, это российские порты, но для этого необходимо было выстроить новую, соответственно, логистику, обеспечить портовые мощности. В России есть собственный производитель калийных удобрений предприятия «Уралкалий», с которым у нашего предприятия довольно сложные отношения. И, конечно, это оказало определенное влияние на экономику в целом. Показатели по экономике по 2022 году следующие. Значит, падение ВВП составило 4,7%. Значит, инфляция 12,8% значительно выше прогнозного показателя. Внешнеторговый оборот снизился на 6%. Значит, экспорт товаров снизился на 4,2% к 2021 году. Экспорт услуг составил 9,2 миллиарда и снизился на 10%. Вместе с тем мы зафиксировали и другую весьма положительную тенденцию по итогам прошлого года. Это максимальная за 30 лет внешнеторговая позитивная сальда. 4,3 миллиарда. За счет чего это было обеспечено? Конечно, за счет интенсификации торговых отношений с Российской Федерацией и Китаем. Белорусский экспорт в Китай вырос практически в два раза. Объем торговли товарами и услугами с Россией достиг 50 миллиардов долларов США. Тоже рекордные показатели. И впервые за историю наших межгосударственных отношений позитивная сальда сложилась в пользу белорусской страны. Вот, в общем-то, по сути дела, эти решения, они позволили удержать на плаву экономику и не скатиться в штопор, на который рассчитывали наши оппоненты. Нужно сказать, что на сегодняшний день на Западе дебатируется отмена санкций против колейных удобрений белорусских, потому что они сами сталкиваются с сложностями в этой сфере. Тем не менее, в целом мы прогнозируем, что санкционный режим для нашей страны будет ухудшаться. Беларусь рассматривается западными государствами как со-агрессор, основной военный политический и экономический союзник Российской Федерации. И фактически, ну, есть определенные отличия в области санкционного режима для Беларуси и России, но эти отличия не имеют стратегического значения. Ну, допустим, у нас нет таких ограничений на ввоз предметов роскоши. Но мы сталкиваемся с теми же ограничениями по технологиям. Ну, скажем, недавнее решение правительства Южной Кореи о расширении списка товаров, на поставку которых необходима санкция правительства, которое введено против России, оно касается и Республики Беларусь. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, насколько это было значимой для нас канал. Что наблюдается сейчас? Значит, ну, по итогам первого квартала мы фиксируем дальнейшее падение ВВП, более 2%, 2,1%. Но надо сказать, что сравнивая первый квартал текущего года и первый квартал, значит, 2022 года, здесь надо отметить, что в первом квартале 2022 года еще не в полной мере заработали антибелорусские санкции. Поэтому он для нас был очень успешным. То есть после 2021 продолжался дальнейший рост белорусской экономики. Поэтому, наверное, показательным будет второй квартал. Второй квартал. Ну, и позитивные тенденции мы тоже отмечаем. Промышленное производство у нас увеличилось почти на 2%, сельскохозяйственное производство на 3%. В целом эксперты, и не только белорусские, говорят о восстановительном росте белорусской экономики. То есть целевой показатель правительства по внутреннему валовому продукту на 2023 год составляет 3,8%. Независимые аналитические центры дают прогноз 1,5%. МВФ 0,7%, а Всемирный банк 0,6%. Моя личная точка зрения заключается в том, что показатели будут ниже целевых заданных правительством, но при этом выше тех, которые дают независимые аналитики. И международные, скажем так, финансовые институты. Вот мы говорим о восстановительном росте. С чем это связано? Ну, опять-таки, за 2022 год Белоруссии и России удалось выработать определенные решения в области логистики для поставки стратегически значимой белорусской продукции в страны третьего мира. И по-прежнему, конечно, увеличивается наша торговля с Китаем и так далее. Как это все влияет на общество? Вот важный вопрос. Я вначале говорил о том, что Тихановская и радикальное политизированное группирование призывали к забастовкам. Этот, скажем так, призыв остался неуслышанным. Надо сказать, что они впоследствии продолжили такого рода призывы. Ну, допустим, осенью 2022 года оппозиционные силы выступили с идеей забастовки предпринимателей. Опять-таки, безуспешно. С чем это связано? Связано, в первую очередь, с тем, что вот этого падения экономики, которое видно по показателям статистики, население, по большому счету, не ощутило. Незначительно сократился рост реальной заработной платы. Плюс крайне важно с политической точки зрения то, что экономические сложности отмечаются не только в Беларуси. Да, у нас, допустим, инфляция в прошлом году составляла 12% годовая, а в этом году она замедлилась до 6%. Вместе с тем, у всех наших соседей, ну, за исключением Российской Федерации, инфляция гораздо выше. Польша, Литва, Латвия, Украина. В этой связи нашим оппонентам очень сложно апеллировать к тому, что правительство проводит неудачный курс. Общество видит, что это следствие общемировых тенденций, и на этом фоне Беларусь выглядит достаточно прилично. Кроме того, начало войны в Украине, скажем так, многих серьезным образом отрезвило. Это подтверждается данными социологических опросов. Если официальные, скажем так, исследовательские центры говорят о том, что поддержка власти и Лукашенко составляет более 70%, то Chatham House, правда, я не понимаю, как они проводят опросы в нашей стране, потому что, ну, довольно сложно сейчас позиции какой-то иностранной организации организовать, провести в Беларуси опрос. Но, тем не менее, Chatham House дает рейтинги поддержки президента более 30%. При этом, скажем так, осведомленность о деятельности так называемого переходного кабинета, который базируется в Вильнюсе, составляет около 7%. Ну, это довольно показательные цифры. Мы не зафиксировали с конца 2020 года ни одного массового протестного выступления. Значит, в Беларуси прошла в течение 2021 и первых двух месяцев 2022 года значимая электоральная кампания по изменению Конституции, в ходе которой власть полностью добилась своих целей. То есть, эта кампания была проведена, было организовано массовое обсуждение, встречи различные, я в них тоже принимал участие. По данным администрации президента, вот встречи, в которых члены Конституционной комиссии работали там с аудиториями, с трудовыми коллективами, не только члены Конституционной комиссии, там депутаты парламента, лидеры мнений и так далее. То есть, общий охват составил порядка 200 тысяч человек. Ну и, соответственно, сам день голосования прошел довольно спокойно, несмотря на призывы, опять-таки, из-за рубежа сорвать эту кампанию, возвратиться к процессным акциям. Все это осталось незамечено людьми. В целом, обстановка в Республике Беларусь, если мы говорим о классической оценке внутриполитической обстановки, она спокойная, управляемая, стабильная. Я убежден, что на сегодняшний день государство, в том числе наученное горьким опытом 2020 года, способно организовать, провести электоральную кампанию любой сложности и добиться тех результатов, которые соответствуют национальным интересам. Вместе с тем, по имеющимся у нас данным, эти тенденции внимательно анализируются нашими оппонентами. Они уже давно отказались и от методов политической борьбы классической, и от идеи провокации социального взрыва путем применения экономических санкций. Они санкции уже применяют не для этого, потому что первоначально был замысел такой, что в течение нескольких месяцев, особенно секторальных санкций, белорусская экономика должна была слопнуться, как карточный домик, и должны были начаться некие протесты с социально-экономическим подтекстом, которые позволили бы привести к власти вновь марионеточных политиков в возбудительский интерес. Больше этой стратегии нет. Они перешли к реализации линии на вооруженное свержение конституционного строя, то есть методами подпольно-диверсионной террористической борьбы. Вот у нас фактически довольно часто, скажем так, перманентно задерживают диверсантов, пособников иностранных спецслужб. По данным Комитета государственной безопасности, количество вербовочных подходов к нашим гражданам, вот если нарисовать, вот как у вас на графике, то есть оно просто возрастает в еще серьезной прогрессии. В стране введен режим, усиленный контрразведывательный режим, и практика показала, что его введение было абсолютно обоснованным, потому что перед 9 мая были задержаны лица, которые получали из-за рубежа посылки с взрывными устройствами, камуфлированными под бытовые приборы. Аналогичный, кстати, аналогичный подчерк украинская разведка использовала в Крыму. Вот сегодня был задержан человек, который попытался с использованием взрывного устройства на автомобиле атаковать группу военнослужащих, ну и так далее. То есть, к сожалению, эти инциденты мы отмечаем все чаще и чаще. И в риторике оппонентов власти в контролируемых ими информационных ресурсах уже, скажем так, на первый план вышли не люди в пиджаках и галстуках, презентующие некие политические программы, там, светлое будущее, а люди в камуфляже, майках цвета хаки, которые представляют разного рода парамилитарные вооруженные формирования. Такие существуют на территории Украины, на территории Польши, опекаются тамошними специальными службами, и поэтому мы, скажем, говорим, ну если резюмировать, я скажу так, что применение санкций против Республики Беларусь не привело к росту поддержки антигосударственных сил в обществе. Вот, вместе с тем санкционное давление в отношении нашей страны будет продолжаться, так же, как и в отношении России, но при этом расчет основной все же делается не на социальный взрыв, потому что практика показывает, что в экономике и Беларуси, и Россия, ну при определенных проблемах все равно мы с этим санкционным давлением справляемся, и более того, имеем возможность выхода на траекторию роста. А тактика будет предполагать все же иная, это терроризм, диверсии. Мы с этим сталкиваемся, Россия с этим сталкивается в еще большей степени, потому что здесь есть масса людей, которые уже погибли вследствие этих мероприятий наших оппонентов. Спасибо. Спасибо большое, Александр Павлович, Александр Борисович, за такой глубокий экспурс в политико-экономическое состояние, влияние санкций как на отдельно Российскую Федерацию, Республику Беларусь, так и в целом, наверное, мы можем оценивать состояние воздействия недружеских стран в отношении союзного государства России и Беларуси, которые, будучи на собственном примере, в преддверии 9 мая в Минске, в Бресте и общаясь непосредственно с представителями гражданского общества, с обычными гражданами на улицах. Стоит отметить, что санкции консолидировали общество в поддержке политического курса руководства страны, направленное на суверенизацию как и политического курса, так и экономики. Мы понимаем, что за суверенитет иногда необходимо и заплатить высокую цену, в том числе экономическую. Наверное, будем потихонечку переходить к отдельным секторальным и страновым аспектам введения санкционных ограничений. И тогда попрошу коллег из финансового университета Станислава Павловича Матерховича и Игоря Валерьевича Яшкова в отношении секторов энергетики. Наверное, нефть и газы – это основная наша сфера и бюджетонаполняющая отрасли. Наши статьи «нефтегазовые доходы федерального бюджета», что с ними происходит с отдельными отраслями. Коллеги, пожалуйста. Да, спасибо, коллеги. Я, наверное, начну по программе. Игорь потом продолжит. Мы предварительно договорились, что я возьму, наверное, тему газа и некоторые общие моменты. А Игорь расскажет про нефть, в том числе картинки покажет про перенаправление. Но на самом деле у меня буквально пару слов относительно услышанного. Мы с вами знаем про закрытие статистики. Нам теперь приходится как-то очень хитро действовать, обсуждая данные не ЦДУ-ТЭК, например, Центральное диспетчерское управление ТЭК, данные, которые закрыты уже больше года, и данные Росстата закрыты с апреля 2023 года. При этом все это, знаете, происходит в режиме, приходите на конференцию или на телепередачу, и все равно все начинается с оценок западных агентств, всеми нами очень любимых, от Блумберга и Кеплера, Вартекса и всех прочих. И возникает вопрос, если мы все равно их обсуждаем на уровне даже наших основных коммуникационных каналов, тогда зачем же нам закрывать свою собственную статистику? Мы пытаемся показать, что мы как бы что-то скрываем, наши, например, арабские партнеры по опеку плюс, типа, каким-то другим важным вещам, они могут подозревать, что мы что-то действительно от них хотим скрыть. На мой взгляд, это не самая рациональная история. Об этом надо подумать, насколько это нужно делать. А вот насчет консолидации общества и страны, вот здесь вот тоже звучали моменты, я думаю, что это справедливо относительно общественно-политической сферы, и не совсем справедливо относительно группы интересов экономических, достаточно эгоистически настроенных. Мы это видим в том числе с точки зрения консолидации, либо недостаточной консолидации усилий в ключевых моментах, связанных, например, с принципиально важным импортозамещением. Ну, например, вместо того, чтобы объединить усилия компаний, стоящих за ним, маниклаторных групп, по созданию того, что нам супер нужно в моменте, например, технологии крупнотоннажного сжижения газа, мы наблюдаем продолжение грызни компаний между собой. Причем, на мой взгляд, по моему глубокому убеждению, это такая у нас форма управления, которая отчасти компенсирует слабость формальных институтов, но вместо этого существует набор игроков, которые друг друга уравновешивают. Оно в чем-то помогало управлению все эти 20 лет, но оно мешает стимулам тому, чтобы объединиться и сделать то, что нужно, вместо того, чтобы отчитаться перед начальством, что мы что-то важное сделали. И тут мы переходим к вопросу о том, сколько у нас санкций введено и какие из них важны, потому что можно ввести еще 10 тысяч санкций против каждого блогера второго-третьего уровня, который что-то успел изображение сказануть по поводу текущей ситуации. А можно ввести, например, санкции относительно тех экономических сюжетов, которые до сих пор остались неохвачены. Например, у нас формально нет санкций против газа, формально нет санкций против некоторых видов металлов, против некоторых видов удобрений. Но это же можно ввести. Это было бы гораздо важнее, чем очередные санкции против каких-нибудь физических лиц третьего уровня. Поэтому нас может ожидать еще что-то серьезное. Санкционных пакетов, помимо новых санкционных пакетов, которые будут заниматься ужесточением контроля за соблюдением предыдущих санкционных пакетов. Вы знаете, там 11-й пакет для соблюдения 10 предыдущих пакетов Совета Европейского Союза, дальше будет 12-й пакет по соблюдению 11-го пакета и так далее. Но есть у меня еще серьезные вещи, в том числе по газу. У нас с вами традиционно был европейский рынок в качестве ключевого. Это когда началась война санкций интенсивная. Собственно, было две точки зрения, что нужно делать. Нужно быстрее прикрывать поставки в качестве какой-то ответной меры для создания эффекта шока у потребителей. Но это было очень небольшое окно возможностей. Либо делать вид или на полном серьезе играть на свою репутацию у стран глобального юга как ответственных партнеров, чтобы отличать других стран от Запада, где не уважают правособственности, не уважают контракты. Вы знаете, что Европейская комиссия в самом начале войны санкций в марте 2022 года сделала специальное сообщение, которое предполагало, что нужно сократить покупки российского газа на 3-е в 2022 году, при том, что это полностью противовечило норме контрактов, которая называется «бери или плати». И Европа показала, что традиция римского права и так далее – это все для нас не важно. А мы вроде как наоборот показываем, что мы надежные, в нас можно инвестировать. Мы ждем арабские, китайские, индийские, африканские, южноамериканские и прочие инвестиции. В этом есть логика определенная. В любом случае, вот этот вопрос, кто начнет первым ограничивать, он на практике реализовался в том, что Запад стал ограничивать поставки российского газа, при том, что формальные санкции не были приняты. Хотя обвиняли в этом как раз Россию. Ну, допустим, смотрите, Польша передала во внешнее управление, но не будем не дать юридические нюансы, но по факту это была практическая национализация доли «Газпрома» в совместной российско-польской компании «Европолгаз», которая владеет, управляет польским участком газопровода «Ямал-Европа», после чего российское правительство надо пойти на «Газпрома» использовать этот участок для того, чтобы транспортировать газ в Европу. Кто здесь ограничил? Это Россия ограничила, от ничего делать. Но, знаете, когда у вас отобрали ваш кошелек, потом вам говорить о том, что вы как бы не смогли им воспользоваться, это не так и некрасиво. Или, например, когда из-за совокупности понятых санкционных мер не против газа, но против некоторых технологических сюжетов не были вовремя отремонтированы турбины «Сименса» для «Северного потока-1», из-за чего прекратились поставки газа. Опять же, это Россия прекратила поставки газа, как меня вот уверяли на всех передачах на международных каналах. А почему Россия прекратила поставки газа? Или сократила? Ну, потому что вы сами создали ситуацию, при которой невозможно сремонтировать ваше оборудование. Ну, как будто это они не видят. Или то же самое с Польшей. Ну, подумаешь, вас отобрали, вашу долю в газопроводе, а теперь вы его не используете. Это же какая-то мелочь. Украина отказалась использовать один из участков своей газо-транспортной системы для транспортировки российского газа. Годопровод «Союз», остался такой инвой по Мариургород. Опять же, Украина говорит, ну, это в результате боевых действий. Но, извините, чисто технически они и раньше не контролировали военным образом входную точку. При этом технические специалисты компании «Нафтогаз» могли там находиться. Поэтому, если как бы вести аргументы именно от боевых действий, то он не рационалит. Потому что уже и раньше так не работало. Значит, это было просто украинское желание. Опять же, можно сказать, что в этой ситуации Россия виновата. Ну, поставьте себя на место компании «Газпрома» и их юридических обязанностей. Они в данном случае поступили все точно по контракту. По крайней мере, я думаю, что на перспективу у них была именно идея. Закая показывает, что все было по контракту. Будут скоро суды, я думаю, дополнительно арбитражные. Поэтому вопрос, велика вероятность, что «Газпром» их проиграет в силу политических обстоятельств. Но поскольку у него уже все, что можно было, отобрали в Европе практически. Это с точки зрения экономики не так важно. А с точки зрения репутации как глобальным югом может быть даже и на самом деле их плюс. Ну, и так вопрос о том, кто кого ограничил. Кстати, Россия еще приняла такую меру в мае. Она вступила в силу 22-го года о том, что надо перевести расчеты не на рубли, конечно, а на специальную схему, которая включает в себя рублевый счет ТПК. Газпромбанк, я так понимаю, что у нас коллеги сегодня об этом еще более подробно расскажут. На самом деле, это очень мягкая мера в отношении покупателей. И технически к ней вполне можно было приспособиться. Но опять же, это был повод сказать о том, что нет, тогда мы не будем платить. Ну, извините, почему-то, например, Финляндия, оказывается, например, Германия или там Италия до текущего момента может платить. Тоже выглядело это как попытка обвинить то, что Россия испортила все экономические отношения, хотя все было ровно наоборот. Но, в принципе, по итогам всех этих разборок порядка 80% того газа, который Россия поставляла в Европу по трубопроводным путем оказалось замкнутым внутри России. В текущем году это значит, что у нас будет около 100 миллиардов кубометров. Вы считаете, шестая часть от добычи, которая будет замкнута внутри страны. И с ней пока не совсем понятно, что делать. Сейчас я пару идей скажу. В отличие от нефти. Нефти у нас в значительной степени можно экспортировать в море. Тебе Валерий сейчас скажет, как это удалось сделать. С трубопроводными поставками, конечно, это так просто не заменить. Осталось 20% от того, что поставляли раньше. Выросли поставки СПГ в Европу. Поставки идут с Ямала СПГ завода Новотека и его международных партнеров, включая, кстати, Total Energy французскую, которая из проекта до сих пор не выходит. И она не обязана это делать по нынешним санкционным механизмам. Может появиться. Мне кажется, это будет важнее, чем санкции против блогеров еще сотни тысяч человек. И поставки начались, кстати, у Газпрома с одинотоннажного СПГ в Европу, в частности, в Грецию. Поставки СПГ у нас выросли на несколько десятков процентов за прошлый год. Сейчас на уровне европейской общественности обсуждается вопрос о том, запретить ли поставки СПГ из России, потому что до недавнего времени СПГ воспринимался как такой какой-то наднациональный товар. И во многих даже презентациях Европейского Союза СПГ рисовался как отдельный вид энергоресурса, хотя внутри него есть составляющая, откуда именно он пришел. Тут тоже есть юридические моменты, откуда он пришел. Пошел из России. Ну, допустим, он был в пакете в портфеле компании Total Energy. Это газ какой? Ямал СПГшный? Новотековский, российский или французский? Вот. Если он, допустим, переупакован как французский, то, в принципе, против него тем более все же теперь смотрят на перспективу, а как будет развиваться, если сейчас это все подзапрещать? Не испугает ли они окончательно глобальный юг от партнерства с собой? Что нам вообще европейцам доверять никто не будет? Поэтому этот вопрос застрел. Но, тем не менее, на перспективу интересно. Вот, наверное, если встретимся через год или раньше, увидим. Значит, ввели ли санкции против российского СПГ. Какие у нас есть варианты, значит, замещения? Ну, если брать такую напрашивающуюся историю с морскими поставками, то здесь мы упираемся в то, с чего я начал. С эгоизма компании. Мне как-то уголовно пришлось, ну, или посчастливилось, как угодно можно сказать, выступать в корпоративном университете «Газпрома». «Газпром-корпоративный институт» он официально называется примерно года два назад. И там уважаемая компания «Газпром» занималась любимым делом, рассказом о том, как плохо работает «Новотек», и зачем им дали столько и год. И в процессе рассказали, в частности, о том, что «Новотек» при разговорах об импортозамещении на самом деле базируется в значительной степени на импортных технологиях, что справедливо. На что я сказал, что это ваши оценки, конечно, правильные. Но давайте посмотрим правде в глаза ваши собственные проекты. Например, проект «Газпрома» с партнерами в «Усть-Луге», газохимический комплекс, проект по производству СПГ, крупный, он тоже базируется на национальных технологиях. В частности, технология группы антонарного движения должна сдать компания «Линда». Кто не знает, это такая очень крупная немецкая компания, которая работала еще в Советском Союзе в Российской империи. Специалисты по технологическим газам. Возможно, как «Сименс» тоже, знаете, работал, потом возвращался, уходил, снова возвращался. С ними будет что-то похожее. Так вот, я говорю, вы же тоже базируетесь на технологии «Линды». А что случится, если эта компания «Линды» по политическим мотивам будет вынуждена вам эту не дать технологию? Вы же не контролируете этот политический процесс. Ни вы, ни ваши партнеры. Мне было сказано, что такого случиться не может, потому что такого случиться не может в принципе. Компания захочет заработать деньги на российском рынке. Ровно это и случилось, на самом деле. Только если, например, в проект «Новотек», «Арти» и «ГСПГ-2» успели завести значительную часть оборудования, то на услугу завести не успели. И приходится сейчас принимать айшения. Какие? Можно, например, объединить усилия. Я бы очень хотел бы видеть консолидацию усилий компаний. Пожалуйста, «Газпром», «Новотек», «Росатом». «Росатом» делает очень много чего по криогенике, того, что можно использовать для «СПГ» в перспективе под эгидой правительства, назначить профиль какого-нибудь вице-премьера, который бы за это отвечал, фамилии напрашиваются наши все знакомые. И чтобы они этим занимались. У нас такого национального проекта нет. Вместо этого мы слушаем отчеты господина Миллера или господина Михельсона о том, как они на уровне своих замечательных компаний продвигаются по пути импорта и замещения. В частности, выступал Михельсон на евразийском форуме в Баку осенью прошлого года. Но это был форум, который сначала проводили в Италии. Там форум был сторонник взаимодействия с Россией и таких более плотных, то есть таких либо консервативного плана политиков европейских, либо промышленников, ориентированных на экономический результат. Ну, таких рационально мыслящих. Ну, пришлось из Италии перевезти в Баку. Там выступал из своих лицов, сказал, что примерно три года нужно для импорта и замещения ключевых СПГ-технологий. Будем надеяться, что он был прав. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы это были более консолидированные усилия, а не рассказывать друг от друга, кто лучше работает перед Путиным. Тем более, это было делом, надо было начинать делать в какой-нибудь 14-м году, когда стало понятно, что политическая траектория идет в том направлении, что экономический разрыв и попытка технологической блокады вполне возможен. Но если бы мы тогда это начали, конечно, сейчас бы мы чувствовали себя намного увереннее, даже если бы мы начали где-нибудь там в 16-м, 17-м году. С СПГ у нас тема не такая простая. Можно, кстати, делать на базе среднеотоннажной технологии. Такая у России есть, у Новотека в том числе, есть примеры международные. В Америке есть завод Калкасио-Пас, Луизиане, который большой завод, но он построен не как крупнотоннажное предприятие, а около полтора десятка линий среднеотоннажных. Но это потребует, опять же, перестройки проекта, времени и так далее. Дальше у нас есть проблема с судостроением. Мы как-то не очень любили судостроение наше долгое время. Как-то считалось, что все можно купить сначала в Южной Корее, потом, видимо, в Китае, потому что Китай пытается отжимать Южную Корею. Южная Корея, как вы знаете, была лидером гражданского судостроения несколько десятилетий, там до 40% гражданского флота мира делалось в замечательном городе Пусан. Вот. Ну, потом Китайцы стали отжимать часть рынка. А вот мы почему-то этим не очень занимались и судоходством мы тоже не очень занимались. Вот. Ну, про нефть там скажут, почему судоходством не занимались, в том числе потому, что, видимо, считали, что о чем будем возить. Будем возить энергоресурсы, а это вроде как устаревшая история. А с чем нам это нужно? Хотя, на мой взгляд, был бы отличный энергетический эффект. Почему корейцы или китайцы не стесняются строить такие вещи, а мы как бы считаем, что это что-то будет устаревшее. Теперь мы находимся в зоне риска, что если какие-то корейские отношения будут дальше деградировать, то можем остаться без судов, которые должны возить газ, а наше собственное производство. судоверфи «Звезда», допустим, оно находит еще в ранней стадии, причем на первой стадии там вообще предполагалась история с, грубо говоря, отверточной сборкой модулей, которые должны из Кореи приезжать. Насколько все это будет, опять же, работать в текущих обстоятельствах, большой вопрос. Понятно, что корейский бизнес не хотел бы терять эти деньги, но гарантии, что на него там не надавят, не передавят, учитывая американское влияние на Южную Коре. Южная Корея одна из самых проамериканских стран мира. Вот это зона риска, конечно, существует. Поэтому нам нужно, кроме технологии крупотоможного сжижения, развивать свое судостроение, судоходство. Идея, конечно, бы хорошая, но как бы на долгую перспективу. Дальше у нас возникает история, конечно, с трубами. Что мы можем делать с трубами? И тут, конечно, напрашивается история с Китаем. Китай – сверхдержава современности по всем аспектам, поэтому надо тут остроить трубы в перспективе. Рост спроса на газ, конечно, будет масштабный. Он и так у них рост до ковида на 10% в год. Ну, ковидные искажения, я надеюсь, закончатся на каком-то этапе. В Китае все развивается от угля до возобновляемой энергетики, до атома и так далее. И много есть альтернативных вариантов, но с ними у всех есть свои нюансы. Там поставки, скажем, из какой-нибудь Австралии, которые американские союзники или из самих Соединенных Штатов. Это понятно, что политический риск и много других есть моментов. Сейчас не будем внедряться в тему Китая, но самое главное, что в благослужившей перспективе китайцам, на мой взгляд, мы, конечно, нужны. Но они считают, что, тем не менее, при наличии альтернатив можно не торопиться подписывать с нами новые контракты. Поэтому даже, несмотря на личный визит Си Цзиньпина в Москву, трехдневный визит, он не закончился подписанием контракта по запроводу Силы Сибири-2, который с учетом прошедшего года обсуждается уже даже не 8, а 9 лет. До замужества, в первой версии этот газопровод назывался Алтай. Его тогда не подписали и сейчас тоже не подписали. По первой Силе Сибири ситуация лучше, он постепенно раскручивается на поставки и в итоге будет давать 38 миллиарда километров газа в год, но это не та ресурсная база, которая была связана с поставками на Запад, поэтому это не способ решить быстрому задачу попадающих европейских поставок. Есть варианты еще труб в Китае, чей северный Казахстан, я думаю, что это может быть упаковано в наш какой-то интеграционный проект со странами этого региона, было бы неплохо. Есть варианты поставок через Центральную Азию в Индопакистанский регион, есть вариант поставок через Центральную Азию через Иран в Индопакистанский регион, гипотетически может быть маршрут через Каспийское море, но это все в общем на ранней стадии. Да, есть вариант турецкого хаба, конечно же, заслуживающий отдельное внимание, где российский газ мог бы продаваться через Турцию под видом какого-то хабовского газа, турецкого газа и так далее. Это было бы проще покупать европейским компаниям, их бы можно было уговорить это делать, но опять же, тут проблема и российско-европейских отношений, что с Турцией будет, давайте дождемся хотя бы выборов Эрдогана или уж не Эрдогана, да и надо строить тогда новую трубу в Турцию, по Черному морю, Черное море глубокое, таких опытов в строительстве России не было. Кто это будет делать, сколько надо времени, чтобы освоить технологии подводной стройки. До этого-то строили другие компании, которые были западными. Тут тоже есть нюансики. Так что ситуация непростая. Конечно, напрашивается история строства внутреннего потребления. И газификация внутри страны. И газификация, причем газификация, распадающаяся на несколько составляющих. У нас с вами есть социальная газификация, но надо понимать, что социальная, это вот та, которая экономического смысла не имеет. Это социальные обязанности государства, повышение качества жизни населения, население лучше живет, лучше относится к стране, в итоге и так далее, лучше работать, люди остаются, они уезжают. Это имеет экономический смысл, но как бы вот через производную. Через производную. Если там не очень большие объемы. То есть это вот газификация небольших регионов. Но есть еще крупные регионы, у нас оставшиеся, но там не так пока много производства. За некоторыми исключениями Красноярск у нас не газифицирован, а там Мурманская область не газифицирована и так далее. Что-то будем с этим делать. Но это несколько вопросов задать, если финализировать. Да, я так уже хотел как раз заканчивать. Вот, собственно, это пара десятков миллиардов километров газ. Есть газомоторное топливо для нас, на мой взгляд, крайне перспективное, но это по оценкам Миллера 10 миллиардов кубов, а у нас 100 зажат примерно. Вот так что много все равно еще не получается. Для нас газомоторное топливо интересно, только лучше делать, конечно, не в гараже, переделанные машинки на газ, а чтобы изначале наши заводы, КАМАЗ, какой-нибудь АвтоВАЗ выпускали. Ну и, конечно, третий, самый лучший вариант, последний, это какая-то новая индустриализация с фокусом на промышленные товары, химические, металлургические, которые должны делаться. Но тут тоже есть вопросы, потому что есть и конкуренты, тоже, которые не дремлют. На этом заканчиваем. Спасибо большое, Светлана Павлович. Как всегда, обстоятельно и широко, понятно. Вопрос есть, перед тем, как Игорь начнет выступать, как раз в прошлом году, год назад и за нефть, и за газ, отвечал у нас Игорь Валерьевич. Значит, вот цитата прямая. Сейчас Россия ежемесячно получает от поставок газа около 8,5 миллиардов долларов, что довольно много. Странам ЕС отказаться от угля и нефти проще, там может произойти трансформация рынков, да, понятно, что идет замещение. А с газом гораздо сложнее, его тяжело перевозить, о чем было сказано, да. Если европейские компании перестанут покупать российский газ, то нам придется остановить добычу на этот объем, а значит усугубляется глобальный дефицит и растет цена для потребителей. Да, о чем тоже было несколько сказано, чтобы полностью заменить Россию на газовом рынке, у европейцев уйдут годы. Все-таки вот годы или не годы и влияние это на российский наш, доходную часть российского бюджета с точки зрения торговли газом с Европой. Ну, с точки зрения доходов российского бюджета, вот у нас недавно Минфин отчитался о том, что у нас минус 40 с лишним процентов минус нефтегазовых доходов по сравнению с первым кварталом 22-го года, но если убрать именно газ, оставить только нефть, то доходов от нефти у нас действительно меньше на 22-м году, но в 22-м году просто были высокие объемы поставок и высокие цены. А, например, если сравнить с 20-м годом или с 21-м, то сейчас от нефти больше денег зарабатывает бюджет. Ну, там, конечно, ковидные были бюджеты, но мы же выжили, их и не всегда индустрия выжила, и политический режим выжил, экономика выжила национальная. Или это был к тебе вопрос? Нет. Что касается газа, ну, газы выпадают, но газ никогда не был главным источником дохода, там в основном нефть была. Но что касается Европы, то там они половину заместили российского газа за счет роста импорта СПГ, в том числе российского, но не только. А вторая составляющая – это просто обвал промышленности. Это не конец света, это не то, что там кто-то рисовал, что люди будут мерзнуть на площадях, но это подрыв долгосрочника на какой-то способности своей экономики, классических отраслей, энергоемких. А то, что они там делают ставку, ну, то, что у нас там будет сплошной софт или фармакология, ну, извините, у китайцев, у американцев, оно тоже есть. Да, ну, спасибо. Стоит отметить, что вот год назад мы действительно так шапкой закидательски не использовали приемы, да, и отмечали, что там есть некоторые эксперты, которые говорили, что там реально Европа замерзнет, там и все такое, но очевидно было, что это спокойно можно пережить, да, с некоторыми там потребления, там, снижения температуры производства экономического, но... Ну, самое главное, это подрыв свою конкурентоспособность. Я абсолютно убежал, что Европа выставила себя в ногу в том плане, что она подрывала глобальную свою конкурентоспособность по сравнению с Китаем и Америкой еще рядом с Танем. Это и молукница. Потому что расчет на то, что у них будет фармакология, у китайцев она тоже будет. А вот то, что вы потеряете значительную часть химии, металлогии и машиностроения, через несколько лет Европейский Союз будет метаимпортером автомобилей, при том, что классика европейской экономики производства автомобилей, на которые мы, китайцы, индийцы и прочие люди хотели ездить десятилетиями. Это правда. Но это не то же самое, что у них вот на эти люди на площадях замерзают и свергают свое правительство. Я правильно понимаю, что не произошло? То есть американцы не смогли занять доминирующее положение на европейском газовом рынке? Нет, Американчик крупнейший поставщик. Крупнейший, да? Нибирика, Норвегия, очень крупный поставщик. Вот, да. А половину того, что Россия не поставила, или Россию вынудили не поставить на самом деле, да, половину заместили поставщики СПГ, и значительная часть была именно Америка. Вот. Вторую половину за счет сокращения промышленного производства. Первый. Понял. Спасибо. Ну, перейдем теперь к теме нефти. Игорь Валерьевич, вам слово. Да, спасибо. Мне самому переключать надо будет? Или как? Кнопку. Так, да. Мы поговорим тогда быстренько по нефти. Тут вот вспомнили мы прошлогоднюю действительно переориентацию. Это увидели как раз. Тут можно сказать, что два типа санкций в основном действуют против России. Это эмбарго и потолок цены. Эмбарго с 1 апреля был введен в отношении наших поставок в Соединенные Штаты. США с 1 апреля 2022 года запретили к себе импорт российской нефти, нефтепродуктов, угля и газа. Ну, газ мы почти не поставляли туда с углем, а вот нефти и эти продукты было довольно много. Вот данные самих Соединенных Штатов, управления энергетической информации США. Вот после апреля, соответственно, там ноль. После апреля 2022 года. То есть они ничего не завозят к себе и в этом плане полная эмбарго действует. Вот. Что у нас произошло, в общем-то, вместо этого? Ну и, соответственно, европейцы, они тоже ввели эмбарго, в июне его приняли, оно начало действовать с 5 декабря 2022 года, но эмбарго на нефть, перевозимую морским транспортом. По трубпроводам можно, но с 1 января еще в Германию по нефтепроводу Дружба прекратились поставки, чуть позже прекратились в Польшу, поэтому вот северная ветка, она сейчас не работает и есть поставки по нефтепроводам в Европу только Венгрия, Чехия, Словакия и транзитом через Венгрию и Хорватию, в Хорватии там разворачивается поток и поступает в Сербию. Поэтому вот только трубпроводные поставки, морям никак нельзя поставлять ни по 60 долларов, ни по сколько. Ну, а вторая вот тип санкций это как раз потолок цены. Потолок цены это не запрет покупать российскую нефть по какой-либо цене там выше 60 долларов или нефтепродукты по отношению к нефтепродуктам и эмбарго и потолок цены страны Евросоюза действуют с 5 февраля 23 года. Это значит, что нельзя перевозить. Вот если в танке разогружается нефть, например, то собственник танкера по идее должен проверить, под чем сейчас это нефть стоит российская. Если она выше 60, то он не может оказывать услуги по перевозке и страховые компании не могут застраховать эту перевозку. Поэтому, с одной стороны, произошел действительно полный разворот. Все мы на Запад нефть, можно сказать, не поставляем, кроме как по нефтепроводам. Куда же мы развернулись? Мы развернулись с одной стороны на наши классические рынки в Китае, но в Китае в прошлом году было очень много коронавирусных ограничений, они постоянно сидели на карантине, поэтому перемещений было мало и людей, товаров, поэтому само потребление было небольшое. Поэтому мы видим увеличение импорта из России морским транспортом, но в 2022 году она не очень значительная, и в 2023 году, когда они поменяли свою политику по отношению к ковиду, вот тут возникает уже рост на импорт российской нефти морским транспортом, плюс к тому они получают по нефтепроводам, по ВСТО нефтепровод и транзитам через Казахстан. Поэтому Китай, в принципе, сохранил свое первое место по объемам импорта российской нефти, но главным открытием 2022 года стала Индия. Мы раньше вообще-то не поставляли фактически нефть, но там в январе 20 тысяч баррелей в сутки, это вообще как бы ничто, можно сказать. Основным поставщиком нефти в Индию была Саудовская Аравия, Ирак, первое, второе место, Объединенные Арабские Эмираты, то есть страны ближнего ворота, там короткое транспортное плечо. В течение суток вот на западное побережье Индии доставка была. Теперь мы главный поставщик нефти в Индию вообще, а они для нас крупнейший рынок сбыта нефти, который переводится морским транспортом. То есть мы вышли для них на первое место и они для нас тоже на первое место вышли по объему закупок нашей нефти. Но опять же, если мы не учитываем нефтепроводы, Китай пока держит первое место, если учитывать нефтепроводы. И мы видим, что очень много они закупают. Тут важно отметить, что они берут не столько даже для внутреннего рынка. У них изначально был такой бизнес, они на побережье выстраивали крупные нефтепроводящие заводы, туда закупали вот эту ближневосточную нефть, перерабатывали и экспортировали нефтепродукты полученные. Поэтому они у нас покупают теперь нефть и полученные нефтепродукты экспортируют, в том числе в Европу и США. Дальше там покажу. Если ты купил российскую нефть и сделал из нее нефтепродукты, то эти нефтепродукты считаются местными, индийскими или китайскими. На них не распространяется ни потолок цены, ни эмбарго. Их можно перевозить, продавать. И, соответственно, они закупают у России нефть. Вот это перестроение, оно было связано с тем, что мы даем скидку на российскую нефть. Они закупают, соответственно, дешевле наше сырье, из нее получают нефтепродукты и их продают по рыночным ценам. Она все время меняется. Вот сейчас, по крайней мере, были данные, что сейчас скидка на максимуме где-то была около 35-34 долларов на каждый баррель. Эта скидка была сейчас где-то международные агентства дают 25 долларов для Индии скидку. Ну, в общем-то, для всех остальных примерно так же она идет. То есть, эта скидка, кстати, была и для европейцев, вот пока они эмбарго уже не вели, они тоже вернулись. У них первый такой эффект весной прошлого года был эмоциональный, что нет, нет, мы не покупаем. Shell даже закупила партию российской нефти и выпустила официальный пресс-ролист с извинениями, что это было трудное решение. Потом эмоции немножко улеглись. Они опять начали покупать российскую нефть и эти продукты довольно больших объемов. Опять же, потому что это же дешевле выходит. Там скидка 30-34 доллара на максимуме была. Потом, соответственно, с 5 декабря уже нельзя и все это уходит в Азию. И эта скидка до сих пор остается, действительно, но она потепенно уменьшается. Вот сейчас где-то 20-25 долларов. Уже в порту отгрузки дают. То есть это и российские компании в основном продают, если раньше при загрузке только в танкер, в российском порту, то теперь, в общем-то, в порту отгрузки из-за того, что вот этот период доставки, он теперь как бы санкционный и токсичный и это все берет на себя российские компании. Ну, тут, кстати, довольно интересно, что потолок цен действует на любую российскую нефть, а, соответственно, сорта разные. Вот, например, Юрлс наиболее сложно было, и тут действительно какой-то период он торговался меньше 50 долларов за баррель, меньше, точнее, 60 долларов за баррель, где-то около 50. Вот, например, финно-российский, он публикует каждый месяц среднюю цену, правда, там тоже вопрос к методологии, но они брали вот где-то по 50 долларов, но при этом, например, ВСТО, Восточно-Сибирь, Тихий океан, который на Дальнем Востоке отгружается, и Сахалинская, они никогда за время действия потолка цен не стоили ниже 60 долларов за баррель, они всегда, как бы, были нарушителями этих санкций и всегда вывозились в полном объеме. Ну, вот, сейчас, ну, опять же, вот мы продаем Индии, ну, минус 25 долларов, сейчас где-то там сколько, 70-75, вот там по 50, получается, ну, вот, по крайней мере, дают они такое. Но, опять же, тоже, там большие вопросы, в общем-то, EURLS, да, эти все остальные дороже, там 80 они были, стоили, то есть там скидки, как таковой, в общем-то, особо и не было. Поэтому, методология оценки стоимости, это вообще отдельная история, потому что, Минфин, например, продолжает ее брать у компании Argus, западные, та ему предоставляют эти данные, что она, типа, 50 стоит. Сейчас Минфин изменил методику, он говорит, что мы будем считать, что максимальная скидка в апреле была 34, в мае 31, в июне 28, потом будет 25. Вот если то, что даст Argus, будет меньше по скидке, тогда учитываем Argus. Если у Argus, типа, цена ниже, тогда нет, мы бы должны заплатить, в общем-то, в бюджет экспортную почту на НДПИ с расчета вот этих более ну вот этих ограничений. Вот, поэтому цена образования, там отдельная история, вот как мы развернулись сейчас, посмотрим. Вот, нефтепродукты в страны ЕС, Bloomberg говорил вот в апрельских своих публикациях, что Индия стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу вообще. В самом Евростате, вот данные с Евростата, в следующий год, ну вот мы видим, что такие колебания происходят, вот в октябре большие данные были, там в декабре очень много, но я склоняюсь к тому, что действительно это правда, что Индия стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов вообще, ну и соответственно они сделаны просто из-за российской нефти. А вместо нас по нефти пришли в Европу действительно Саудовская Аравия, Абриджио, Аравский Эмират, Ирак, мы поменялись рынками сбыта просто, и в этом плане это да, как раз та самая особенность, нефть просто легко перевозить. Вот, но в Европе тоже какая особенность, они свою переработку в принципе уменьшили. У них своя переработка уменьшила, потому что зачастую проще купить готовые нефтепродукты, в том числе сделанные из российской нефти, а своя переработка уменьшила. В Германии, например, они там один из НПЗ вообще остановили на капитальный вроде как ремонт, те, которые раньше принадлежали Роснефть, то, что они отобрали у них. Так, поставка российской нефти в Турцию тоже в общем-то довольно большом уровне держится, и Турция ее тоже перерабатывает и для себя, и отправляет на экспорт, Турция тут стала еще и нефтепродуктов большим поставщиком. То есть, что произошло? Многие страны закупают российские нефтепродукты, потому, соответственно, потребляют их для внутреннего рынка, тем самым высвобождают те нефтепродукты, которые они производят сами, и продают их в Европу. То есть, для внутреннего рынка у себя наши потребляют, все, что у них освободилось, все отправляют в Европу, потому что таким образом можно заработать. Они по более высокой цене идут, и вот для Турции это самый, наверное, справедливый такое суждение, потому что они сейчас являются укропнейшими покупателями российских нефтепродуктов вообще, прежде всего дизельного топлива. Так, Южная Корея, вот почему отдельно выделила, потому что она как раз этой эмоциональности больше всего подвержена была. То есть, как бы что ни вышло, они сначала к лету отказались фактически от российской нефти, потом смотрят, что вроде остальные покупают, такого эмоционального давления нет, ну, как бы, а что бы не брать тогда. Из Сахалина в основном они закупают российскую нефть, вернулись к этим закупкам и чувствуют себя довольно хорошо. Эмбарго никакого они не вводили, потолок цены как бы для них действует, но у них там с Сахалином отдельные закупки, поэтому ничего страшного, вот вернулись. Объемы перевалки российской нефти в Европе, это довольно интересно, потому что формально они, например, не закупают российскую нефть, но в статистике, в общем-то, отдельных там агентств, она есть. Что это значит? Потому что российские танкеры заходят в порт, российские порты считаются теперь зоной боевых действий, поэтому очень дорогая страховка для других каких-то компаний, поэтому в основном вывозят из порта Совкомфлот российский, он вывозит небольшими танкерами, выходит в акваторию Греции, например, там перегружается это на другой танкер большего дедвейта, тот накапливает нужный объем и уходит уже на более дальние рынки, например, в Индию. Поэтому в статистике отображается, что якобы Нидерланды, Испания и Греция продолжают закупать российскую нефть, но это не так, это просто из-за того, что когда в акваторию к ним заходит танкер, они его учитывают, что он якобы в страну пришел, но он там не отгружается, а просто накапливается и уходит, соответственно, в Азию. И вот сейчас 11-й пакет санкций, который они обсуждают, по всей видимости, они хотят вот это все напугать всех, чтобы в акваторию даже не заходили. Так, сейчас мы быстро пробежимся. И нефтепродуктов из Индии в США, они по сути нас заменили. Вот если мы посмотрим, что было до 22-го года, сколько мы поставляли нефтепродуктов в Соединенные Штаты, то объемы примерно такие же, сколько теперь Индия поставляет своих нефтепродуктов в Соединенные Штаты. Они вышли на второе место по объему поставок. Там Канада с огромными объемами, что по нефти, что по нефтепродуктам. А дальше теперь Индия. Они даже Мексику обгоняют в отдельные месяца. Вот тоже довольно интересно, что Индия стала таким как бы заменителем нас, потому что мы сами поставили все в Индию на западных рынках. Это суммарно, сколько мы нефти экспортируем. И вот по апрелю, по-моему, сейчас как раз Блумбер, то, что у нас там пытается поссорить с ОПЕК, он говорит, что даже 4 миллиона баррелей превысило. То есть мы сейчас поставляем даже больше, чем до введения санкций. Но опять же, тут важно учитывать, что это морской транспорт, потому что те объемы, которые раньше шли по нефтепроводу, например, в Германии и в Польшу, они теперь тоже сняты оттуда с трубы и уходят на танкеры. Ну и плюс, из-за того, что Россия статистику закрыла, возможно, мы сократили где-то переработку или сократили экспорт нефтепродуктов и теперь эти объемы уходят в виде сырой нефти. Поэтому здесь то, что факт, что мы теперь много экспортируем морским транспортом, порты, может быть, даже будут расширяться, ну вот это довольно интересный вариант. Объем импорта в США нефтепродуктов из России, вот он тоже, значит, был довольно большим. Так, нефтепродукты, там месяца, объем импорта. Вот, что Турция стала крупнейшим импортером российских нефтепродуктов. По всей видимости, это светлые нефтепродукты. Мы всегда, в принципе, экспортировали в основном мазут и дизель. Там авиакеросин и бензин мы экспортировали очень мало. Я думаю, что нефтепродукты, дизель в основном уходят в Турцию, а мазут мы пристроили, как ни странно, но в других производителях нефти. В объемные Арабские Эмираты много отправляем, в Саудскую Аравию. У них есть электростанции, которые работали, в принципе, на нефти. Я, насколько понимаю, они закупают просто наш мазут, опять же, потому что он идет со скидкой. Потребляют у себя, у них высвобождаются объемы нефти, и они их экспортируют и больше так зарабатывают. Поэтому вот такая неожиданная кооперация у нас возникла с нашими конкурентами, можно сказать, на мировом рынке нефти. А дизельное топливо покупает Турция. Я думаю, что, конечно, что-то там перемешивают еще и под видом своего еще и наше отправляют, но формально это запрещено. Если, например, в танкер залили 2 тонны российского нефти или дизеля, неважно, и 8 тонн чего-то еще, если ты указал пропорции, то ты в Европе из этой смеси можешь точно так же 80% выгрузить, но 2 оставить на танкере. Если ты не указал пропорции, то ты нисколько не можешь. Если они знают, что что-то там залито российского, но неизвестно сколько, тогда ничего не можешь выгрузить. Ну, вот формально так. Но, по всей видимости, нарушают, конечно, все зарабатывают. И Север Африки тоже смекнул, что все это можно вот так проворачивать, себе, допустим, брать российские интипродукты, свое отправлять в Европу, либо из нашей нефти перерабатывать дополнительно и тоже все это продавать. Короткое транспортное плечо, особенно из Новороссийска. И вот они тоже уже в начале этого года подсели на этот бизнес и активно тоже европейцам продают, видимо, наши нефтепродукты, ну, нефтепродукты сделаны из нашей нефти, там и прочее. Вот. А мы им продаем наши нефтепродукты. Всем, в общем-то, удобно. Так. Ну, вот в Китае мы тоже по мере того, как они возвращаются из коронавируса, мы тоже наращиваем и готовые нефтепродукты, поставки. То есть, тоже в начале года, что с нефтью у них рост большой. Вот. Ну, и по судам тоже довольно интересно. Вот Санислав Павлович как раз отмечал, что мы, ну, на самом деле, если мы исторически посмотрим, в советское время мы особо тоже танкеры не делали. У нас верфи всегда были завалены заказами военными, корабли делали, и из-за этого во многом негде было делать, в общем-то, и танкеры. Ну, а потом нам вот все 90-е, 2000-е годы говорили, да не надо, там есть ребята, которые этим профессионально занимаются, вот их наймете, всегда сможете взять их танкеры и возить. В 22-м году, опять же, тоже, насколько точно, около 2-х миллиардов долларов кто-то потратил на то, чтобы скупить танкеры подержанные. Вот даже мы года здесь видим от красной точки, это возраст, справа получается табличка, это возраст танкеров, которые в среднем покупают. Греческие компании занимаются перевозкой, российские, насколько я понимаю, в основном Совкомфлот и по типоразмеру танкеров. Вот. Но, опять же, данные разнятся, кто конкретно владеет этими танками, потому что есть владельцы, есть управляющие. Владельцы в основном зарегистрированы на всяких там Виргинских островах, там всевозможных офшорах, а управляющие компании, как правило, из более крупных государств. Вот. Там много всяких интересных историй. Вот недавно Financial Times вышла статьей, значит, где доказывало, что, в общем, Игорь Иванович Сечин любит джаз, и, значит, в 16-м году какую-то статью он опубликовал в «Русском пионере», где рассказал про свою любимую группу джазовую из Кубы, и оказывается, что несколько танкеров названы вот точно так же, как эта группа называется, и что якобы это показывает связь, что это «Роснефть» скупало эти танкеры. Ну, в общем, довольно интересные материалы, но то, что... Да, да. В общем, рынок действительно перестроился, но он стал вообще полностью глобально неэффективным в плане того, что раньше мы везли в Европу, потому что было близко, ближневосточные везли в Индию, потому что тоже было близко, теперь всем везти далеко, и нам, и им, и на этом зарабатывают собственники танкеров, потому что тот же самый объем нефти в глобальном масштабе теперь в движении находится дольше, всем везти дольше, и из-за этого стоимость фрахта выросла, и вот эти усилия по сокращению, например, добровольному со стороны ОПЕК+, они в том числе приводят к тому, чтобы нормализовать рынок фрахта, то есть аренду танкеров. Но, тем не менее, в общем-то, по объему мы полностью перешли на азиатские рынки, и в этом плане успешно. Вторая задача теперь, в общем-то, восстановить маржинальность, то есть прибыльность нашего экспорта по нефти, потому что пока что продолжается вот эта довольно большая скидка на каждый баррель российской нефти, но динамика там тоже позитивная, эта скидка потепенно уменьшается. Так, ну вроде все. Если есть вопросы, могу отмотать куда-то, или еще что-то сказать. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за такое, да, выступление обстоятельное. Но вопрос, собственно, в том, насколько велики, на ваш взгляд, уважаемые коллеги, риски, то есть пытается, наверное, Запад, если так обобщить, воздействовать на ключевую статью дохода российского бюджета и подействовать в том числе по сценарию середины 80-х годов с нефтью, экспортированной Советским Союзом, с тем, чтобы в том числе вызвать сокращение наших расходных обязательств по социальным платежам, по финансированию бюджетной, военно-промышленной сферы и так далее. Насколько возможно стоит этот сценарий с точки зрения риска, что ограничение цены на нефть, ограничение цены на транспортировку определенным видом транспорта, что страховые услуги, фракт, судов и так далее, что в совокупности это придет к тому, что наши, пусть и доходы от нефти будут иметь место, пусть и по 60 долларов за баррель, но в конечном счете это не позволит нам финансировать наши социальные, военные и так далее расходы. Тут действительно ситуация уникальная в чем? В том, что это какой-то такой гибрид и мутант в плане санкционного режима, потому что на первом этапе они подумали, вот не надо брать у России ничего и сразу Россия валится. Вот как Александр Павлович говорил про Беларусь, что тактика Бликстрига изначально была и она по отношению к России тоже была. Американская льня, нет, все не берем, полная эмбарго, Евросоюз вроде как тоже эмбарго, но к лету стало понятно, что когда ты мешаешь экспорту российской нефти, начинается дефицит на мировом рынке, все дорожает, они-то все странные импортеры, и у них начинается рост инфляции вот как раз и прочие прелести в экономике. И вроде надо сохранять давление на Россию, но и позволить России много экспортировать. И вот родился вот этот гибрид в виде потолка цены, что давайте выпустим российскую нефть, пусть максимально она заполняет мировые рынки, чтобы не было дефицита и рост цены, но при этом не дадим России заработать. И вот они нашли такое слабое звено, где мы слабы. Это в стадии перевозки и страхования, потому что традиционно 90% страхования мировой перевозки нефти было вот на британских там вот этих домах страховых и так далее. И вот заставляет нас искать альтернативу. В принципе, потенциально это гигантский рынок, гигантский рынок побочных услуг страхования перевозки, самой перевозки. И мы просто этим никогда не занимались. Сейчас все это выстраивается. Мы видим, что другие желающие тоже есть. Вот недавно Турция перекрывала проливы, но не для российских судов, а для тех, кто казахскую нефть, американские компании экспортирует. Он говорит, у вас неправильная страховка. Они тоже поняли, что можно сейчас под шумок переделить рынок страхования и перевозки и быстро начали заставлять их правильную страховку брать, чтобы проходить эти проливы. Поэтому тоже довольно интересно. Да, экономически пытаются они по России ударить. Безусловно, это болезненно для нас, но, как мы видим, рынки довольно интенсивно перестраиваются. По крайней мере, падение добычи не произошло, падение экспорта не произошло. Вопрос теперь, насколько быстро мы сможем поднять обратно доходность от экспорта нефти. Адаптация идет. Безусловно, адаптация идет довольно быстро и даже неожиданно для нас. Спасибо. Дай Бог, чтобы это было эффективно и в максимально короткие сроки. Спасибо большое, уважаемые эксперты. Мы переходим к следующему докладу на тему обеспечения финансового суверенитета Российской Федерации проблемой перспективы решения. Эксперт, выступающий Шайдулина Венера Камилевна, кандидат юридических наук, руководитель проекта правовой системы инициатор.рф. Венера Камилевна, как меня слышно? Добрый день, вас прекрасно слышно. Это хорошо. Единственная просьба, может быть, как-то вам громче сделать микрофон? Так, а меня плохо слышно? Может быть, я поближе сейчас подсяду. Вот так лучше? Вот так хорошо. Вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое, что пригласили на данное мероприятие. Очень важно обсуждать как с практической точки зрения, так и концептуально те проблемы, которые стоят приоритой Российской Федерации. И сегодня я бы хотела поднять важную тему. Она такая концептуальная на самом деле. и над ней работает не только цифровая платформа инициаторы, это такая экспертная позиция. Расскажу немножко предысторию. Примерно полгода, наверное, назад Национальная технологическая инициатива совместно с Агентством стратегических инициатив и другими экспертами занималась вопросом обеспечения финансового сенсоренитета Российской Федерации. И я бы хотела рассказать прям коротко, зная о регламенте, некоторые итоги этой работы. На самом деле некоторые предложения уже нашли свое, скажем так, применение с практической точки зрения. Некоторые предложения Банк России тоже внедрил в свою работу. Но, тем не менее, остались ряд концептуальных проблем, которые сейчас есть и которые важны для того, чтобы налаживать не только экономику страны, но и, в принципе, международные отношения с другими странами, в том числе и дружественными. Коротко, небольшой такой теоретический экскурс, рамка того исследования, которое проводилось, она важна для того, чтобы потом в этой же схеме определить те предложения, которые есть, те проблемы, которые есть. В частности, в ходе исследования была сформирована некая такая структура финансовой системы, которая есть, и по факту все рынки, которые имеются, были разделены на пять таких видов. Это рынок капитала, страховой рынок, денежно-кредитный рынок, рынок металлов, камней и иные финансовые рынки. Если говорить о тех элементах, которые должны быть в финансовом суверенитете, то экспертами тоже была выстроена определенная такая структура, скажем так, цикл, как они называют это, который состоит из пяти элементов. Это объекты, операции, каналы, инструменты, правила и субъекты. Есть определенная точка, обязательная точка перехода, когда финансовая система может считаться суверенной. В частности, это те условия, которые будут способствовать тому, что вот этот цикл, он не будет нарушаться и не будет зависеть от действий, процессов, инструментов, объектов, других каких-то систем, в том числе международных систем или систем недружественных стран. Все вы прекрасно знаете, что есть совокупность некоторых финансовых санкций, которые непосредственно повлияли на этот цикл. И сейчас задача, которая стоит перед экспертами, перед регуляторами, стоит в том, чтобы этот цикл в полной мере восстановить для того, чтобы уже последующие смежные отрасли, такие как предпринимательство, например, экспорт, импорт, в общем-то, функционировали уже без имеющихся проблем и сбоев. Как я уже говорила, экспертами была представлена такая теоретическая структура финансовой системы и по каждому из элементов были выявлены определенные ограничения с позиции как раз таки анализа тех финансовых санкций, которые есть. Если мы говорим про денежно-кредитный рынок, то, безусловно, самый первый вызов, с которым мы столкнулись, это ограничение трансграничных платежей. С ним столкнулись как крупные предприниматели, так и простые граждане. И, безусловно, этот был таким, скажем так, самым первым таким вызовом, который почувствовали все, как я говорю, начиная от предпринимателей и заканчивая обычными гражданами. Безусловно, это и валютные ограничения, это ограничение доступа к инфраструктуре и финансированию, с которым, кстати, столкнулись в большей степени быстрорастущие компании. Есть такой термин. К ним, в частности, относят, например, Озон, который пользовался иностранными инвестициями, иностранными кредитными денежными средствами. И эта компания является действительно быстрорастущей, потому что скорость роста объемов достаточно большой. Поэтому такие компании, безусловно, тоже нужно было поддерживать. Что касается рынка капиталов, то здесь надо говорить о том, что Россия столкнулась с проблемой невозможностью российских и зарубежных инвесторов вкладываться в какие-то российские проекты в связи с санкциями. Мы знаем, что есть перечень некоторых санкционных компаний, которые реализуют крупные проекты. именно они столкнулись с такой проблемой, потому что недружественные страны фактически говорили иностранным инвесторам о том, что если они будут вкладываться в российские проекты, это повлечет за собой последствия для них. Страховой рынок также столкнулся с определенными проблемами. В частности, зарубежные страховые компании, перестраховочные компании отказали страховать российские компании. Тут сразу мы говорим о том, что большое количество экономических отраслей это повлияло. Поэтому здесь тоже нужен такой поиск решений, которые позволили бы эту проблему нивелировать. На рынке драгоценных металлов и камней мы видим со стороны санкционного давления то, что сейчас российские драгоценные металлы не признаются на международном рынке. Есть неопределенные ограничения в торговле российскими металлами. Тоже такой вызов, который почувствовали только крупные компании, крупные инвесторы. На обычных гражданах это в меньшей степени сказалось, но тем не менее. И на иных финансовых рынках были смежные ограничения, о некоторых я уже сказала, но тем не менее тоже есть, в том числе в части производных финансовых инструментов. Здесь мы относим в первую очередь криптовалюты, цифровые активы, которыми тоже можно сказать манипулировали недружественные страны, запрещая операции с ними для российских компаний и граждан. И соответственно зная об этих проблемных точках, которые влияют на финансовый суверенитет нашей страны, эксперты разработали определенные решения, концептуальные решения, которые позволили бы при оценке рисков и переводе в практическую плоскость восстановить тот самый цикл, который бы способствовал обеспечению финансового суверенитета. В частности, если мы говорим про финансирование быстрорастущих компаний крупных проектов, экспертами было предложено так называемая проектная миссия. На самом деле у проектной миссии есть свои плюсы и минусы, и Банк России где-то три года назад, наверное, высказывал свое мнение относительно того, что проектная миссия может повлечь за собой рост инфляции, неосознанный рост денежной массы, но тем не менее, наверное, это один из наиболее перспективных в настоящее время направлений для того, чтобы такие быстрорастущие компании поддержать, потому что они дают достаточно большой денежный прирост рынку и экономике в том числе. что касается обеспечения трансограничных платежей, то здесь до сих пор идут тоже дискуссии, но тем не менее, эксперты, оценив на, скажем так, теоретика практическом уровне те риски, которые есть, до сих пор говорят о том, что криптовалюта все же должна использовать для трансограничных платежей, несмотря на то, что были подвижки со стороны правительства Российской Федерации о том, чтобы уже разработать такой законопроект и внедрить это в практику, пока мы видим, что эта история на стопе, хотя, безусловно, она бы сейчас помогла в части решения вот таких вот краткоскрочных целей по обеспечению трансграничных платежей. Что касается рынка капитала, то здесь, безусловно, нужно использовать также цифровые инструменты, которые есть. В частности, известно, что уже в Российской Федерации существует институт цифровых финансовых активов, и здесь на самом деле есть большой потенциал, скажем так, для скрытия данных о том, кто же инвестирует в те или иные проекты, потому что эти данные аккумулируются на платформе инвестиционной, соответственно, и эти данные знает только Банк России, и то по запросу, то есть они автоматически не передаются. Здесь мы можем говорить, что можно схитрить в этой части и указанные данные скрыть. Что касается страхового рынка, здесь, безусловно, нужно стимулировать создание национальных перестраховочных компаний. Известно, что сейчас в этом направлении работает ЕАЭС, но мне кажется, как экспертам, кажется, не только мне, я могу присоединиться только к этому предложению, что и на территории БРИКС создание таких перестраховочных компаний тоже бы помогло развитию страхового рынка. Что касается рынка драгоценных металлов, то здесь можно порекомендовать создание валют, которые эквивалентны драгоценным металлам, здесь речь о цифровых валютах. Сейчас в цифровой сфере активно разрабатывается регулирование использования цифрового рубля, но почему бы не использовать это для рынка драгоценных металлов и создать валюты, которые были эквивалентны определенным драгоценным металлам, драгоценным камням. Соответственно, у меня на этом все. Я постаралась прям коротко. У нас на самом деле есть большой доклад по этой теме, он пока, к сожалению, не публичный, но в рамках настоящего мероприятия какими-то выдержками из этого доклада буду готова поделиться. Спасибо большое. Спасибо большое, Венера Камильевна. Уважаемые, есть вопросы к докладчику по данной теме? Хочется поддержать в части как специалист в сфере БРИКС, что нам необходимо заниматься не только проектами финансирования в рамках банка развития БРИКС, но и действительно заниматься другими секторами финансового рынка, как и производными финансовыми инструментами отдельных секторов, так и страховыми, и может быть работать над рейтинговой системой. Мы знаем, чтобы получить денежки, надо, чтобы банк соответствовал стандартам. Мы знаем другую сферу, например, чтобы ВУЗ был аккредитован или еще что-нибудь получил, какие-нибудь надбавки, надо, чтобы он западной рейтинговой системе соответствовал. Нам необходимо выстраивать собственные стандарты, собственные критерии отбора, исходя из которых нам, как Турцию, сейчас Станислав привел пример, быстро сориентировался в Турции, сделал свои стандарты, критерии, старается адаптировать к страховым компаниям, чтобы включиться в этот рынок. Идет переломный момент, будем стараться. Сейчас перерыв, у нас после этого продолжим по отдельным направлениям, секторам. Предлагается 12.45 быть в зале и продолжить дискуссию. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, продолжаем нашу работу. Надеюсь, все... Уважаемые коллеги, мы продолжаем. Надеюсь, все перекусили, можем спокойно продолжать нашу интересную дискуссию. У нас, как вы видите, небольшие изменения в программе произошли, слишком увлеклись обсуждениями, но на этом изменения в программе не закончатся. Сначала пойдем так, как здесь написано. Начнем с доклада «Влияние санкций на публичную дипломатию, содержание потенциальной эффекта и механизмы защиты». И здесь у нас выступят два эксперта Георг Валерьевич Мирзаян и Вера Николаевна Табак. Георг Валерьевич с нами, а Вера Николаевна вы с нами? Да, коллеги, я с вами. Сейчас минутку, я включу все. Отлично. Как нас слышно, видно? Вас хорошо слышно и видно, надеюсь, что меня тоже. Ага. Да, слышим вас хорошо. Так, уважаемые коллеги, кто из вас начнет? Давайте я, если можно. Георг Валерьевич, в таком случае... Кому нужнее? Георг, если ты обновишь... Давайте я начну, давайте я начну, потому что я, к сожалению, нахожусь сейчас еще, лечусь, поэтому мне врачу надо, поэтому давайте я начну, коллеги. Хорошо, Ира Николаевна, тогда вам слово. Спасибо, друзья. Хочу сказать, что вот там в программе я заявлено как директор программы ИСПИР, действительно так, я по-прежнему директор программы ИСПИР, но также я сотрудничаю с некоммерческой организацией «Креативная дипломатия», которая находится под санкциями, как вы, наверное, знаете, и лично руководитель этой организации объявлено в розыск ФБР, а против нее возведено уголовное дело. Значит, мы вместе с этой организацией занимаемся исследованием публичной дипломатии российских регионов. Мы в 2023 году провели презентацию нашего доклада аналитического, который захватывает временной период 2017-2021 год, а вот данные за 2022 год, то есть как СВО, как все эти события повлияли на публичную дипломатию регионов, мы опубликуем уже не в докладе, а, наверное, в аналитической записке, которая увидит свет где-то осенью текущего года, потому что сейчас мы собираем необходимую информацию, коллеги, которые занимаются статистикой, понимают, что это сложно, часто статистики никакой в общем нет, и приходится по пальцам собирать определенные данные. Сам доклад наш опубликован на сайте Российского Совета по международным делам, который тоже находится под санкциями. Доклад носит публичный характер, то есть можно с ним ознакомиться, и я, если позволите, буквально очень-очень коротко остановлюсь на выводах, которые мы пришли, изучая публичную дипломатию российских регионов. Мы пришли к выводам о том, что единой системы, такой вот институциональной системы публичной дипломатии на уровне субъекта федерации в России нет, а институционализация этого направления носит разноскоростной, разноуровневый характер, потому что в некоторых регионах толком и не знают, что такое публичная дипломатия, а в других есть специальные структуры, которые отвечают за это направление, но это скорее исключение из правил. Еще один вывод заключается в том, что проекты региональных НКО, как правило, носят характер гуманитарного сотрудничества, и это в какой-то степени положительная новость для нашей сегодняшней встречи, потому что есть как бы такая надежда такая, что российские НКО, которые занимаются этими гуманитарными проектами, не будут подвергаться преследованию, тем более, что Минфин США опубликовал такую информацию, это генеральная лицензия о том, что санкции не должны касаться образовательных, экологических и гуманитарных НКО. Другой вопрос, что будет с НКО, если они этими проектами занимаются, но при этом ведут международную активность, то есть вот, например, международный экологический проект, куда он будет относиться этими судьями, так сказать, современными, либо они будут относиться к внешней политике, либо они будут относиться к гуманитарным сотрудничеству, ну вот посмотрим. Но, конечно, что касается крупных организаций, крупных институтов публичной дипломатии, которые распространяют свое влияние не на уровне субъекта, на уровне всей России, это Россотрудничество, фонд Горчакова, фонд Русский мир, это проводники внешней политики в какой-то степени России, они находятся под санкциями среди персоналей, помимо нашего, помимо руководителя креативной дипломатии, с которой мы сотрудничаем, также находится персонально-президент антиглобалистского движения России, Александр Иоанн. Но, что касается каких-то региональных НКО, которые бы попали под санкции в связи с их деятельностью в области публичной дипломатии, пока вот я консультировалась с нашими коллегами, которые давно в теме, таких данных у нас пока еще нет. Может быть, исследование покажет обратно. Что хотелось бы сказать? Еще очень интересный момент заключается в том, что США исключают из под санкций часть тех НКО, которые, внимание, занимаются строительством и развитием демократии на территории России и Украины. То есть, вот так, можно заниматься экологией и образовательными проектами, и можно строить демократию в России и Украине. Тогда, скорее всего, очевидно, что речь идет о тех, которые финансируются из Запада. Вот в 2022 году на территории России из иностранных источников, вот по данным Минюста российского, было профинансировано организации на сумму 70 миллиардов рублей. Источники финансирования США, Британия и Германия. Если мы будем говорить о географических направлениях, на которые было направлено сотрудничество российских регионов в период с 2017 по 2021 год, то здесь мы увидим такую закономерность в основном. В первой десятке находятся страны ЕАЭС, Евразийского экономического сообщества. И это, кстати, коррелирует, да, вот с той идеей, которая была озвучена в самом начале, о том, что именно эти страны помогают России обходить санкционную политику. На первом месте Казахстан мы смогли насчитать за пять лет 193 проекта, которые были реализованы региональным НКО. На втором месте Китай 133 проекта, Беларусь на третьем месте 131 проект, Германия на четвертом месте 127 проектов, дальше идут по обывающей Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Франция, Армения. Вот если мы сравним, например, взаимодействие с США региональных НКО российских и сравним, например, с данными по Казахстану, то есть если у Казахстана там 193 проекта, то США это 57 проект. Мало внимания уделялось Украине, Молдова это порядка где-то 50 тоже проектов, Польша, США, Азербайджан, то есть эти вот страны, ну вот с таким специфическим отношением к России, вот соответственно они не были в приоритете у региональных НКО. В качестве инструмента борьбы с российским влиянием на Западе применяется так называемый знаменитый закон ФАРА, Foreign Agent Registration Act, который был принят еще в 1938 году, а также закон 951 о деятельности иностранных агентов без регистрации от 1948 года. Но если закон ФАРА касается прежде всего деятельности на территории самих США, то вот этот второй закон, да и кстати за него вы должны будет заплатить большой штраф, если вы нарушите его нормы в статье этих, то закон 951 позволяет американским властям превращать в уголовных преступников тех, кто по их мнению представляет угрозу извне. И если закон ФАРА определяет так называемых иностранных принципалов широко, включая иностранные компании, иностранные физические лица, то закон 951 касается тех, кто осуществляет влияние от имени и по поручению иностранного правительства. И вот самое важное, что надо понимать, что в качестве доказательства необходимо предоставить факт любой, даже малейшей связи подозреваемого с государственными органами, например, информацию о благотворительном или грантном финансировании организаций или контактах с чиновниками страны происхождение подозреваемого. Получается, вот в России получается такая ситуация, что с одной стороны наши НКО, которые занимаются международной деятельностью, если они будут получать иностранное финансирование, они станут иностранными агентами. Это не желательно. С другой стороны, если ты будешь получать поддержку от государства, то ты будешь под козырьком и под санкциями иностранными. Вот такой суксвак получается интересный для наших публичных дипломатов. Что касается социальных эффектов санкций, мне кажется, что прежде всего самое главное воздействие санкции, это самое прямое воздействие, это ограничить вполне себе конкретную деятельность человека, журналистскую, политическую, работу в сфере общественной дипломатии, научную его деятельность, исследовательскую, просто купировать любую профессиональную деятельность, которая воспринимается наказывающим, а получается США и ЕС в роли наказывающих таких, как нежелательно, сделать нерукопожатными. Что касается юридических оснований для применения тех или иных санкций, то, конечно, мы понимаем, что часто они носят характер такой политический, то есть юридические основания являются прикрытием для политической целесообразности, а цель у нас одна, это ограничить распространение российской внешней политики. символическая функция санкций против общественных дипломатов заключается в том, чтобы показать, кто в доме хозяин, ведь санкции это такая часть игры, в которой правила установили Соединенные Штаты Америки, по сути, и за последние десятилетия именно они применили больше всего санкции по отношению к другим, и это тоже является таким как бы сигналом, кто имеет право наказывать, потому что право наказывать имеет тот, у кого есть власть. Соответственно, это такой символ власти своеобразный. И информационная сторона этого вопроса, конечно, когда информация о том, что ты оказался вдруг под уголовным каким-то преследованием или под воздействием какого-то другого санкционного механизма, она действует не только на тебя, но и на твое окружение. К сожалению, здесь стоит отметить, что зачастую мы привыкли к тому, чтобы смаковать негативные сенсации, разносить их, не всегда проводить факт-чекинг, и поэтому и часто напрямую цитировать вот эти иностранные документы, и все это, конечно, не способствует тому, чтобы поддержать людей, которые вдруг оказались под этим катком западных санкций. Если позволите, поскольку помимо сотрудничества с подсанкционной организацией, я еще занимаюсь также в эспире информационной работой, хотелось бы несколько слов сказать о Молдове, о Приднестрове, о ситуации, которая сейчас там складывается. Конечно, борьба с российским влиянием в Молдове велась планомерно на протяжении многих лет еще до специальной военной операции. Шесть лет назад там были запрещены российские информационно-литические передачи, в том числе на тех каналах, которые традиционно транслировались в Молдове. Это Первый канал, РТР, НТВ и другие. Чистка контента по отношению к России, носящей позитивный характер, шла и в сегменте социальных сетей. Это было достаточно непросто, потому что необходимо все-таки властям было как-то выдерживать видимость демократии, но это потихоньку делалось. А вот с началом специальной военной операции это ограничение было снято. В первый же месяц в Молдове был заблокирован целый ряд информагентств российских, в том числе спутник, тех, которые работают на русском языке. В декабре 22-го года приостановлено вещание еще шести телеканалов российских, вещающих на русском языке. И сегодня, по сути, мы говорим о том, что, наверное, кроме телеграм-канала больше там неоткуда черпать вот эту самую информацию, которая была бы альтернативно официально озвучиваемой или содержащей иной, помимо такого проукраинского, прорумынского взгляда. Кстати, параллельно финансируется развитие в Молдове русскоязычного телевещания за счет Юсаида раскрывают, конечно, эти СМИ украинский взгляд на события. Пока они еще не пользуются, может быть, большой популярностью, но в отсутствие альтернатив, то есть сейчас этих альтернатив уже в виде российских каналов практически нет, то они могут стать, конечно, фактором негативным, влияющим на помимо влияния воздействия на информационный блок, также, конечно, ведется наступление на историческую память молдавского народа. В апреле прошлого года была запрещена георгиевская лента, символы З и В, конечно же. Многие жители тогда, выйдя 9 мая, надели георгиевские ленточки, вышли почтить память своих предков, но были оштрафованы. В этом году Конституционный суд принял решение о запрете георгиевской ленты необоснованным, но все равно, вопреки законодательству страны, люди опять штрафуются. И в марте этого года во всех законодательных актах уже молдавского языка нет, синтагма это было. Георгиевская лента. Да, да, хорошо, коллеги, так, секундочку. Что касается Приднестровья, то здесь ситуация несколько лучше, но здесь сложными факторами является то, что на территории Приднестровья, где проживает порядка 300 тысяч человек фактически, уже 60 тысяч беженцев из Украины, и поэтому здесь, конечно, тоже проявлять какую-то там особую активность не приветствуется. Давайте тогда буду завершать и скажу о тех, как бы, о том, о каких-то советах, что ли, на что обратить внимание. Конечно, мы считаем, что нужно обратить внимание на потенциал российских регионов, их международных связей. Вера Николаевна, прошу прощения, у нас Георга Валерьевича очень уже поджимает график. Можно сейчас выступит он, а потом дослушаем ваше завершение. Ну, давайте тогда я после него просто завершу, если так удобно будет. Да, давайте. Спасибо, Валерьевич. Извините. Да, я буду краток, собственно, совсем краток. Тема моего доклада это восприятие санкций и позиционирование санкций в пропаганде российской и западной. Собственно, давайте тогда остановимся на западной. Про российскую всем понятно, я за счет этого сокращу время, то есть, если кратко, совсем, все прекрасно понимают, все игроки в информационном поле прекрасно понимают, что санкции это надолго, все игроки в информационном поле понимают, что санкции в ближайшее время сниматься не будут, по крайней мере, до окончания боевых действий, до окончания войны, поскольку они стали уже элементом сами в себе. То есть, изначальная цель санкции, которая принималась, первые пакеты согласованные, которые автоматически вводились, пять, если я не ошибаюсь, они вводились для того, чтобы заставить Москву отказаться от боевых действий и свернуть из СВО. Как только стало понятно, что это по целому ряду причин сделать невозможно, возникла дилемма, как дальше действовать. То есть, продолжать санкции или сворачивать? Было принято решение продолжать, потому что сворачивание санкций в рамках уже начинающейся тогда, к сожалению, игры с нулевой суммой подразумевало, что одна из сторон, та самая, которая сворачивает санкции без достижения результатов, этот конфликт поигрывает. В итоге санкции стали частью реальности и в России еще раз основной упор в информационной работе делается на несколько тезисов. Первый тезис о том, что санкции в рамках низшанской политики делают нас сильнее, что отчасти правда, отчасти подчеркиваю, санкции повлияли на жизнь каждого человека в той или иной степени. Кто-то лишился работы, кто-то лишился возможности покупать относительно дешевые продукты, те, которым всегда покупал кого-то по уровню жизни. То есть еще раз санкции коснулись всех как или иначе, но тем не менее делаются упор на их при уменьшении и делаются упор на тех действительно возможностях, которые санкции предоставляют для российской экономики. А вот что касательно западной пропаганды, здесь сложнее, потому что очень сложно становится объяснять необходимость продолжения санкций при условии, когда этот инструмент давления на Россию перестает работать. Именно с точки зрения давления на изменение поведения Москвы. И вот в этой ситуации западные СМИ делают упор на очень сомнительный, но тем не менее пока работающий морально-этический аспект, что введение и продолжение санкционного режима это крайне необходимо с точки зрения некоего концепта справедливости, с точки зрения некоего концепта ценностей, которые занимают достаточно большое место в западном по крайней мере официальном целеполагании, что санкции являются символом продолжения поддержки западом киевского режима в рамках ведущей войны. И вот этот тезис они активно всячески прописывают в своих текстах, этот тезис активно используют западные политики, и он будет работать до тех пор, пока как это всегда бывает и всегда случалось, не было никогда, по крайней мере на моей памяти никаких исключений, пока холодильник не начнет одерживать победу над телевизором, то есть пока не будет достаточного снижения уровня жизни в странах, вводящих санкции, чтобы они объясняли или увидели ту самую логическую цепочку от украинского конфликта и вмешательства их стран в ненужный и необязательный для них украинский конфликт до того самого падения уровня жизни, которое происходит. В Европе, как ни странно, которая больше всего пострадала от санкций, пока такая цепочка не до конца проведена. А там можно много причин приводить, главный из них все-таки наверное отсутствие в Европе системных политических лидеров, которые могли бы эту цепочку артикулировать. А вот в Соединенных Штатах ситуация складывается другая. Идея «мы должны поддерживать санкционную войну против России, исходя из ценностных причин» не находит поддержки ни у демократов, ни у республиканцев. То есть да, на сегодняшний день большая часть электоратов той или другой партии продолжает выступать либо за сохранение текущего уровня поддержки Киева, либо за увеличение, но социологи вот уже несколько, ну полгода точно, они видят резкий рост количества людей, которые выступают за прекращение поддержки киевского режима, в том числе и санкционные. Причем, что интересно, республиканцы и демократы занимают абсолютно разные позиции по целому пункту, целую списку пунктов, но вот тут они сходятся и сходятся по разным, исходя из разных оснований. Если республиканцы проводят тезис о том, что мы тратим деньги, которые могли бы потратить на внутренние реформы, на внутреннее развитие, что, кстати, артикулирует оба ключевых кандидата республиканцев на президентских праймерис, то у демократов другой подход. Левые демократы, ориентирующиеся на молодых избирателей, начинают исходить из неких пацифистских взглядов, то есть их тезис о том, что мы втянуты в ненужную для нас войну, которая может обернуться ядерной, поэтому давайте снижать уровень поддержки. Опять же, пока речь только о идущих трендах, но безусловно, на президентских выборах, которые будут, на президентской кампании, которая фактически уже сейчас разворачивается, как мы все видим, в США, эти тезисы будут очень сильно артикулировать и, наверное, в какой-то степени изменят отношение Соединенных Штатов и американского медийного мейнстрима, даже демократического, к украинской повестке, к санкционному подходу в отношении России, что абсолютно не означает, что санкции будут сняты, этого не будет, это будет как минимум до окончания войны, но, по крайней мере, информационный подход будет меняться. Это, если кратко. Спасибо. Спасибо большое, Мерзаян Валерьевич. Коллеги, есть вопросы к Георгу Валерьевичу? Нет, так-то я побегу, спасибо большое. Вопросов нет? Понял. Вера Николаевна, тогда вам слово. Да, спасибо еще раз, коллеги. Ну, мне буквально оставалось совсем ничего сказать, и все-таки скажу, значит, что касается, вернемся к вопросу о публичной дипломатии и определенных таких рекомендаций. Вот в новой концепции внешней политики России сказано о том, что Россия для защиты своих интересов может применять асимметричные меры. И представим себе, какого характера меры мы можем применять, то есть на одного санкционного общественника ведем санкции против четырех аналогичных на Западе. Мне кажется, что на самом деле это может быть не самый хороший путь, потому что добьемся мы лишь того, что нас по-прежнему будут обвинять в том же, что и сейчас, в излишней агрессии. И понятно, что очень сложно, когда нет инструментов для реального диалога, они утеряны с включением вот этих ведущих организаций, которые занимались публичной дипломатии ведущих российских организаций в санкционные списки, потеря этих диалоговых площадок. Но тем не менее, мы продолжаем вести каждую свою информационную политику и нас слушают, нас читают. Зачастую мы не понимаем, что та деятельность, которую мы ведем, она вызывает достаточно большой резонанс. Иногда даже мы сами не ожидаем, насколько большой она вызывает, особенно у тех, чьи интересы расходятся с нашими. И вот мне кажется, нужно продолжать все равно этот диалог, но такой косвенный, каждый на своей площадке, но с прицелом, что тебя слушают, читают, смотрят там. Мы теперь не можем это не брать в расчет. Даже те, кто раньше был самонадеянно, считал, что он вещает на российскую аудиторию, сейчас должен понимать, что автоматически любое его слово, сказанное здесь, оно будет, оно может быть использовано и там, против него. и в качестве конкретных позитивных мер, которые можно было бы предпринять, то есть это уже, это не исключительно какая-то моя идея, она везде, наверное, озвучивается, но мы согласны с тем, что надо использовать потенциал российских регионов в двух направлениях. Во-первых, это развитие их собственных международных связей, а у них есть на это конституционные полномочия и есть конкретная экономическая заинтересованность в том, чтобы эти связи вести. И второе, это внутренняя публичная дипломатия. Вот здесь тоже там два слова скажу. Если мы посмотрим фонд президентских грантов, на какие проекты были направлены средства в направлении общественной дипломатии за 22-й год, то мы увидим, что там абсолютное большинство, 90% проектов вообще не были направлены на иностранные государства. Они были направлены на интеграцию новых регионов в состав России. И вот это, пожалуй, тот ответ, который есть у меня. То есть это внутренняя публичная дипломатия. Дипломатия, domestic public diplomacy. Россия огромная страна, каждый ее субъект не только по территории, но по своим каким-то характеристикам может даже где-то сравниться с небольшими государствами. И думаю, что здесь есть интересный потенциал. И вот также коллеги мои, которые непосредственно находятся под санкциями, они предлагают такую идею о том, чтобы создавать международную правозащитную ассоциацию, которая бы защищала людей, преследуемых штатами, и объединяла бы, допустим, людей, граждан России, Китая, Ирана, других стран. То есть какую-то альтернативную, потому что понятно, что в западных правозащитных организациях защитить свои интересы будут практически невозможны. Вот, коллеги, такие мысли. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Вера Николаевна. Коллеги, есть вопросы к эксперту? Нет, я думаю, в конце в обсуждении в том числе затронем информацию. Вере Николаевна нужно уходить. А, ну, у нас сессия еще по регламенту предусмотрена обсуждение внутри, нас между собой. Сейчас предложение тогда пойти дальше по отраслевому регулированию, да, и что касается международных расчетов, вопросов финансовых инструментов, валютного взаимодействия с другими странами. Венгеровский, Евгений Леонидович, пожалуйста, цифровая платформа инициатор. Да, уважаемые коллеги, добрый день еще раз. Но сегодня мы уже много говорили о различных санкциях, которые возникают в отраслевом сегменте экономики и в общем в общественном и так далее. Но, естественно, наиболее ощутимый, на мой взгляд, сектор, конечно, это финансовый. И в первую очередь речь идет о банковском секторе и расчетном секторе, поскольку, так скажем, устоявшиеся модели проведения расчетов и построения бизнес-моделей, они меняются. и хорошо ли это или плохо сейчас пока сказать об этом, конечно, невозможно, потому что это процесс, это не может выстроиться новая система завтра и послезавтра, это то, что происходит в системном, так скажем, разрезе. Но, тем не менее, введение против России ряда санкционных мер, которые вызвали и заморозку почти половины золотовалютных резервов, отключение от SWIFT, блокировка для российских граждан карт в системе Visa и MasterCard и другие меры, которые направлены на изоляцию от мировой финансовой системы, порождают экономические потери, это нужно признать и с обеих сторон, и со стороны России в том числе. Поэтому сегодня основное направление в сфере финансовых рынков, в сфере расчетов и банковских операций это поиск альтернативных методов в осуществлении транзакций, расчетов и различных банковских процедур, которые необходимы для нормального функционирования экономики граждан бизнеса. Естественно, те изменения, которые сейчас происходят, они, так скажем, коренные, и, естественно, они приведут к изменению в принципе мировой конфигурации финансово-экономической системы, и, в общем, через какое-то время, сложно сказать, через какое-то, мы увидим новую систему, в которой функционирует бизнес, и осуществляются международные транзакции, и существуют финансовые операции. Вот это неизбежно, и, в общем, как мне видится, какого-то глобального мирового краха, в том числе краха в России, ожидать не стоит, просто сейчас идет некий переходный период от одной системы к другой системе функционирования. Значит, несмотря на заморозку, как я уже сказал, половины золотовалютных резервов России, а это около 300 миллиардов долларов, Россия продолжила обслуживание внешнего долга, и Минфин ввел уже больше года назад специальный порядок обслуживания российского внешнего долга, в том числе государственного, и российские внешние обязательства погашаются в рублях, и для конвертации платежей валюты используются исключительно средства замороженных золотовалютных резервов. Значит, что касается первого момента, который связан с тем, какие существуют в принципе возможности для осуществления различных внешнеэкономических банковских операций, это вопросы платежных систем. Значит, после приостановки деятельности платежных систем, выше мы названных, мы понимаем, что платежные системы, к которым Россия сейчас не имеет доступа, они работают на территории Российской Федерации в этом плане расчеты могут осуществляться. Что же касается проблемы, которая здесь возникает, она связана с международными расчетами. И здесь ситуация осложняется тем, что даже те банки, которые не попали под санкции, платежи по ним заблокированы, и необходимо искать новые ресурсные средства, которые позволят эти платежи осуществлять. В качестве альтернативы для малого и среднего бизнеса и граждан россиянам сейчас доступны две платежные системы. Это российская платежная система МИР и китайская Юнион Пэй. Существуют еще различные платежные системы, конечно, но, скажем так, те системы, которые позволят осуществлять транзакции и расчеты в массовом порядке, на мой взгляд, две основные сейчас функционируют. Платежная система МИР в общем-то уже устоявшаяся такая система для России, которая существует уже более восьми лет и в настоящее время выпускается платежная система, карты данной платежной системы практически всеми российскими банками и ключевым недостатком является, конечно, ограниченный круг стран, в которых функционирует данная платежная система. Эта проблема возникла не вчера и не связана с санкциями, она возникла из-за того, что в принципе изначально медленный темп, скажем так, внедрения платежной системы и технические возможности не позволяли распространить более массовым явлением работу данной платежной системы. В странах, в которых функционирует платежная система МИР, национальные банки выпускают карты с данной платежной системы и технически возможно совершать переводы на территорию Российской Федерации наоборот. Китайская платежная система UnionPay работает в России с 30 банками на сегодняшний день, и карта UnionPay обслуживается в 180 странах, в том числе в основной своей массе, речь идет об азиатском рынке, но здесь существует ряд проблем, которые связаны именно с не с переводами физических лиц, а именно с переводами юридических лиц, то есть вопрос проблемы именно функционирования бизнеса связан с тем, что транзакции многих банков, которые и готовы выпускать UnionPay, но при этом западные транзакции проходят через мастер-карты Visa, и здесь даже при наличии возможности осуществления банковских переводов через систему UnionPay упираются в то, что фактически их сделать проблематично. В России карту UnionPay в настоящий момент выпускают 10 банков и также сейчас предлагают различные программы для осуществления различных переводов, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства. Что касается перспективы, скажем так, относительно платежной системы МИР, то здесь будет идти речь, конечно, распространение системы карт МИР и платежной системы в целом на платежи в иностранных валютах дружественных стран. И здесь необходима поддержка на правительственном уровне подключения российских банков, в том числе к системе UnionPay. Что касается отключения SWIFT, значит, здесь собственно говоря, альтернативы SWIFT были и до санкций, и во время санкций, и продолжаются сейчас, но существует все равно ряд проблем из-за того, что российская банковская система не имеет доступа к SWIFT, мы это видим сейчас и по равным вопросам, связанным с зерновыми сделками, сейчас на слуху эта проблема, и собственно говоря, она связана в большей мере именно с невозможностью осуществления расчетов с использованием SWIFT. формально да, я сейчас именно с технической и финансовой стороны вопроса, значит, процесс создания независимой от Соединенных Штатов Америки системы передачи финансовых активов, финансовых данных вошел в стадию практической реализации с 2014 года, то есть это уже очень длительный процесс, которому практически 10 лет, и в августе 2014 года Министерство финансов Российской Федерации и Центральный Банк анонсировали создание собственной финансовой телекоммуникационной системы, системы передачи финансовых сообщений Банка России. И здесь с декабря, по-моему, 2014 или 2015 года, сейчас точно не скажу, данная система запущена была в тестовом режиме на информационно- телекоммуникационной системе Центрального банка, и к марту 2018 года система начала функционировать полностью автономно с подключенными к ней российскими кредитными организациями. На конец 2018 еще года практически все российские банки и крупные государственные и частные кредитные организации стали участниками данной платежной системы Банка России. С 2019 года осуществляется подключение к данной системе банков ЕАЭС и пока платежи на сегодняшний день невозможно осуществлять с участием ЕАЭС, поскольку отсутствует на сегодняшний момент вопрос технической реализации данного вопроса. То есть через данную платежную систему платежи проходят внутри Российской Федерации. Здесь, на мой взгляд, не существует нормативных каких-то ограничений или внешнеполитических. Здесь вопрос технического характера, который необходимо, конечно, решать. Тогда это позволит повысить, так скажем, возможности к закрытию различных платежных требований и платежных ограничений, которые на сегодняшний момент лежат на российском бизнесе. Китайская платежная система China International Payment System была запущена в Китае в 2015 году и она объединяет китайские коммерческие банки и иные финансовые учреждения на платформе Народного банка Китая. Система позволяет участникам напрямую осуществлять денежные переводы в юанях и других валютах с китайскими партнерами. И в 2015 году Центральный банк и Народный банк Китая подписали соглашение о свопе в национальных валютах с целью поддержки межгосударственной внутренней торговли и прямых инвестиций. И данный инструмент валютного свопа был протестирован в нескольких сделках и на сегодняшний момент также реализуется. Я думаю, что в ближайшее время, конечно, объемы участия в рамках данной возможности будут, конечно, увеличиваться с учетом повышения, скажем так, присутствия Китая в различных внешнеэкономических сделках России. Что касается действующих сервисов для международных транзакций с участием частных лиц. Здесь тоже существует ряд ограничений, которые возникли для физических лиц, собственно говоря, и для индивидуального предпринимательства. Это приостановка ряда популярных сервисов для осуществления валютных переводов, в том числе и Western Union, как вы знаете, и вот эти все вопросы сейчас подвисли, но существует, еще функционирует золотая корона, и многие пользуются данными переводами, но, как вы знаете, данный сервис не подходит для осуществления внешнеэкономических операций субъектами предпринимательской деятельности. Во-первых, он не отвечает ряду требований безопасности таких переводов, во-вторых, он ограничен возможностями, в том числе для реализации принципа быстрых платежей. Так, ну, не буду останавливаться сейчас на вопросах, как физическими лицами решаются проблемы с возможностью финансовых операций. Здесь получил развитие так называемый сейчас карточный туризм в странах, которые не находятся пока под санкциями, да, вот, значит, и в таких странах есть возможность получить на российские документы соответствующие карты и пользоваться платежными системами, вот, но здесь существует сложность, которая связана с тем, что, во-первых, в этих странах встречается очень часто ограниченный именно круг возможностей для осуществления переводов оттуда, то есть он, конечно, больше, чем подсанкционный финансовый рынок России сейчас, но, тем не менее, может быть неполным, то есть он может не решить данный вопрос, и определенные риски, которые связаны с содержанием неких финансовых активов в других юрисдикциях, это всегда риск, это, собственно, и не связано, опять-таки, ни с санкционным режимом, ни с, скажем так, какими-то факторами внешними, которые на сегодняшний день актуальны, это вызывает просто ряд сложностей, которые могут возникнуть внутри страны, мы не можем однозначно сказать, чтобы происходить, допустим, в том же Узбекистане или Казахстане, в дальнейшем с платежными системами, с банками, это непрогнозируемый такой вариант, поэтому это определенный риск всегда. Значит, что касается возможностей, которые могут быть использованы субъектами предпринимательской деятельности в дальнейшем, для того, чтобы позволить осуществлять транзакции финансовые и международные банковские расчеты в том объеме, который необходим для поддержания здорового уровня предпринимательства, скажем так. Вот моя коллега Венера Камильна говорила о криптовалютах как альтернативе осуществления расчетов. И еще один момент, который также мы разрабатывали в совместном исследовании, это вопрос расширения использования золота в качестве основной фиатной валюты. Значит, на сегодняшний день Минфин Соединенных Штатов Америки фактически уже ввел санкции против российского золота. Здесь санкции упираются на указ президента США 15 апреля 2021 года, который связан с блокировкой имущества в связи с вредоносной иностранной деятельностью правительства Российской Федерации. И 26 февраля того же года, не 22 года уже, прошу прощения, Минфин США выпустил директиву номер 2 к президентскому указу под названием запреты, связанные с корреспондентскими или сквозными счетами и обработкой транзакции с участием определенных иностранных финансовых учреждений. Это породило ряд ограничений, которые связаны с использованием золота в расчетах. И что касается запасов, в принципе, то у большинства европейских стран доля золота в международных резервах превышает 50%. В 2014-2019 годах Банк России лидировал среди мировых центробанков по объему закупок золота. За это время увеличился объем резервов больше, чем в 2,5 раза. И сегодня становятся реальными такие услуги, которые связаны с привлечением банковских кредитов под золотоварютный залог и выпуск облигаций, которые обеспечены золотом. И на мой взгляд, это возможно положительное такое направление, которое позволит в дальнейшем осуществлять необходимые транзакции. Значит, Банк России намерен покупать золото в первую очередь у крупнейших банков, которые попали под санкции. Это необходимо для сохранения золотовалютных резервов. И регулятор как минимум на 3 месяца в прошлом году зафиксировал стоимость металла существенно ниже текущей рыночной, что на сегодняшний день вызывает беспокойство у производителей. И золотодобытчики говорят о рисках ухода с рынка небольших добывающих компаний. Что касается модели так называемого расчетного золота, то здесь будет обладать в данном случае золото функциями денег. И можно рассматривать как международное расчетное платежное средство, средство обращения в мировой экономике, использование в различных финансовых инструментах. Это позволит закрывать ряд финансовых обязательств, но мы должны понимать здесь эквивалент, то есть стоимость металла меняется и закупка его также и объемы закупки и стоимость этой закупки также варьируется в зависимости от возможностей коридора, который установил Центральный банк и мировые ресурсы. Коллеги, благодарю за внимание. Спасибо большое, Евгений Нилович. Есть ли комментарии или вопросы? Да. За выступление можно буквально пару предложений? Как внешние наши кредиторы реагируют на схему связанную с использованием замороженных резервов? Внешние кредиторы при конвертации. Что касается заморозки на заморозку? Скажем так, сейчас не возникло еще глобальных проблем, которые были вызваны именно заморозкой золотовалютных резервов, поскольку существуют еще другие механизмы, которые сейчас перекрывают эти обязательства. Я думаю, что просто во внешней среде еще не возникло особой паники на эту тему. Используются отчасти эти заморозки при выплате кредита. пока проходит нормально, и данные обязательства перекрываются, они закрыты. Сейчас в общем в принципе санкции не перекрыли на сегодняшний момент возможность обеспечения российских обязательств внешних. То есть пока эта проблема не... Замороженные средства используются выплаты внешнего долга практически? Внешнего да. Россия не может их использовать для осуществления различных транзакций, но внешний долг гасится. Как мы понимаем, это и основная суть санкций была перекрыть возможность внутреннюю и обеспечить возможность внешней. Но дело в том, что тут проблемы с пополнением золотовалютного резерва внешнего и в каком эквиваленте он будет. На сегодняшний момент он в долларовом, а что будет потом, это пока вопрос сейчас открытый. Но в общем-то надо смотреть. Понятно. И второй вопрос. А есть информация, например, торговля с условно дружескими странами без света идет? Как сейчас, скажем, с Китаем еще? Там известно, что рубли и юан используются на половину, да? Ну, с Китаем несколько проще, поскольку идет там соглашение с Народным банком Китая, Центральный банк. Вот, поэтому там эти расчеты идут. А плюс дружесные страны у нас позволяют осуществлять расчеты в других платежных системах. Сейчас практически везде это либо мир, либо это UnionPay. Нет, я имею в виду для коммерции, для крупного бизнеса. Для крупного бизнеса. Скажем, газа в Турцию без свифта. Там без свифта, да, без свифтовые поставки. И Китай, и Индия, и со всеми остальных. И Китай, и Индия, да, без свифтовой поставки все идут. Вот, но тут тоже существует проблема, поскольку чисто технологически свифт просто более совершенная конструкция финансовая, да, для осуществления. машина лучше, чем другая. Да, она тоже едет, да, поэтому пока едет, в общем, но я думаю, что сейчас как раз есть время для решения, так скажем, технологических разных проблем. А там совместили условно-госистему быстрых переводов платежей российских? Системы бытов платежей пока нет. просто используем китайский аналог света. там система быстрых платежей, как работала в рамках директивы Евросоюза по обеспечению как она называлась, господи, вылетел сейчас столик, она называлась система быстрых платежей, аналога пока нет. То есть мы с китайцами не совместим эти системы, а пользуемся их системой? Да, там работает китайская система сейчас. Для бизнеса это пока, конечно, вопрос сложный. Ну, что интересно, избирательная такая есть история, что в отношении главы НСПК, например, Владимира Ковлева санкции введены, в отношении самой НСПК не введены. Значит, использование, да, действует санкция в отношении, начинает действовать или угроза действия санкции в отношении иностранных банков, которые подключаются к миру и говорят, что вы способствуете, подключая мир, обходу санкции в отношении Российской Федерации со стороны других стран. То есть, вот делается такая история токсичная, чтобы взаимодействие, пусть даже не прямое, но какое-то косвенное, оно уже было незаконно с точки зрения ОФАК, с точки зрения Минфина США и других органов, которые контролируют финансовую историю. Собственно говоря, это вот точно, я практически уверен, что это несостоятельная будет история в этом плане, поскольку платежная система МИР существует довольно давно. И, скажем так, она не порождает каких-то таких проблем, которые связаны с защитой интересов России с позиции санкций западных. То есть, в общем, в принципе, она связана исключительно с транзакциями и с товарооборотом. Товарооборот ограничен со странами, которые ввели санкции. Товарооборот со странами, которые санкции не ввели, его ограничить извне практически невозможно. Поэтому, собственно говоря, только если путем давления уже на страны, с которыми осуществляется непосредственное взаимодействие. Но это уже такой политический вопрос, который я освещать как юрист не могу. Я завершу, наверное, насчет как раз последнего высказывания. Это 11-й, может быть, Санислав добавит потенциальный через месяц 4, 12-й пакет. Это как раз-таки контроль за соблюдением предыдущих пакетов и усиление вторичных санкций. И работа недаром, значит, представитель ЕС по иностранным делам или санкционного подразделения Минфина США ездит по странам Средней Азии, ездит по странам бывшего СНГ, как раз-таки склоняет максимально ограничить. У нас еще будет блок на самом деле по ЕС у Евгении и у Дарьи, они нам скажут, наверное, как склоняют к соблюдению неформального американских санкций наших партнеров. Поэтому еще продолжим. Спасибо за очень интересное содержательное наступление, Евгений Ильич. Сейчас предложение по отраслям, может быть, завершить, если... Денис Олегович, Денисов на связи у нас. На связи, здравствуйте. Да, Денис, приветствую. Тогда завершим по отраслям и затем пройдемся по оси, которая находится по периметру Российской Федерации, по Закавказью и по странам Евразийского экономического союза. Денис, слово, пожалуйста. Благодарю. Добрый день, уважаемые коллеги. Чуть-чуть погромче, пожалуйста, если можно, и коллеги, кто в фонде настроен, чуть-чуть погромче тоже сделать. Сейчас мы тут сделаем постараюсь максимально громко тогда. Слышно? Слышно? Алло, слышно? Да, слышим. Да, спасибо. Так вот, тема моего выступления связана с теми санкциями, которые были введены против Российской Федерации, против Республики Беларусь в информационной сфере. И надо сказать, уже когда я начал готовить этот доклад, я был сам даже немножечко удивлен разноплановостью, многовекторностью этих санкций и комплексностью. Ну вот, начну с того, что санкции в информационной сфере введены против отечественных организаций, международными организациями, объединениями государств, национальными государствами, транснациональными корпорациями. Чтобы сразу продемонстрировать такую разноплановость этих рестрикций, ограничений, можно вот следующие примеры привести. Значит, Европейский Вещательный Союз приостановил деятельность российских представителей в организации. Руководящий комитет Совета Европы по вопросам медиа, информационного общества отстранил Россию от работы как самой организации, так и под комитетом. ЮНЕСКО не допустил Россию к участию в конференции, посвященной Всемирному Дню Свободы Печати, вот буквально даже меньше двух недель назад. Вот смотрите еще какие особенности. Международный Олимпийский комитет не допустил к тендеру на покупку телевизионных прав для показа Олимпийских игр 26-28 года России и Беларуи. Международная Федерация журналистов в 22-м году летом исключила Россию своего исполнительного комитета, а уже в феврале 23-го приостановила членство России в целом организации. По методам какие фанкции применяются в информационном пространстве? Ну, понятно, и самое, наверное, такое, что на слуху. Блокировка веб-сайтов, исключение из кабельного и спутникового вещания телевизионные и радиоканалы, запрест на въезд как журналистам, так и лидерам мнений, которые с точки зрения некоторых государств озвучивают нарративы, ключевые нарративы государственной политики России. Ограничения, связанные с финансированием, причем здесь огромный блок, это здесь отдельно можно разбирать. Блокирование социальных сетей, приостановка лицензий на вещах, запрет на ретрансляцию и распространение программ или фрагментов программ, которые напрямую или посленно созданы агентами, которые управляются, контролируются или финансируются Россией или Беларуси. Блокировка приложений, в основных магазинах с приложением, запрет на рекламу в зарубежных средствах массовой информации. Денонсация соглашений об участии в совместных информационных проектах, запрет продажи пакетов телевизионных каналов, находящихся под санкциями, запрет на сделки местных контрагентов с представителями российских запрет на монетизацию медиаконтента, штрафы за репост медиаконтента. Ну, это базовое. И здесь надо сказать, что у каждого государства, у каждого объединения государства подобные методы могут быть разными. Это я здесь постарался обобщить все те, которые сейчас существуют. Но, вот парадокс, но зачастую наши противники делают такие оговорки, что эти меры не препятствуют средствам массоинформации, на которых наложены санкции, их сотрудникам осуществлять свою деятельность, вот в частности в Европейском Союзе. То есть вещания нет, а работать в принципе могут. Можно сразу перейти к рестрикциям со стороны интернет-платформ. Итак, Твиттер это ограничение доступа к аккаунтам российских СМИ, ассоциированных с государством, маркировка аккаунтов сотрудников СВИ, связанных с государством, ограничение функций аккаунтов, удаление постов, ну то есть цензура. Инстаграм. В поисковой выдаче понижены и помечены публикации, содержащие ссылки на российские СМИ, ассоциируемые с государством. Ютьюб. Блокировка каналов, вот тут важно отметить, после обращения Служб безопасности Украины в эту организацию было заблокировано почти 500 якобы пророссийских каналов с аудиторией свыше 15 миллионов человек. Это было летом прошлого годности. Ну и, как уже говорилось, отключена функция монетизации для наших блогеров. Фейсбук или Метан. Ограничение для официальных аккаунтов российских СМИ. Потом введен запрет на размещение рекламы российскими СМИ, ассоциируемыми с государством. Удаление постов. Пользователям в некоторых странах разрешено призывать к насилию против россиян. Продлены исключения, позволяющие украинцам призывать к насилию в отношении россиян. Также пользователям позволено делать заявление, унижающее человеческое достоинство в отношении российских воен. Вот это очень важно. Google. Материалы российских СМИ понижены в поисковой выдаче, в результате чего они потеряли от 90 до 95 трафик. Предпочтение по наиболее популярным запросам отдается оппозиционным русскоязычным СМИ. Google Play удалил все приложения некоторых телеканалов российских. TikTok, блокировка аккаунтов, App Store. Удалены все приложения некоторых наших телеканалов, удалены приложения ВКонтакте, ну и сопутствующие ВКонтакте, там другие такие, как музыки, музыка, мессенджеры, также Mail.Rug или Spotify. Скрыт контент СМИ, ассоциированных с государством. Википедия отдельная история, но это, наверное, все прекрасно понимают, какой-то бич современности, которым все пользуются, и прекрасно понимают то, что в большинстве материалов на более-менее серьезные темы откровенная ерунда написано. Ну вот так существуют целые системы объединения людей, которые направлены на то, чтобы не давать нашим нарративам возникать как информирующие страницы в этой сети. Это и по людям, то есть целенаправленно уничтожаются страницы с лидерами мнений, с той информацией, которая выглядит в глазах коллективного Запада несколько неправильно. Ну и здесь, подводя итоги по социальным сетям, конечно же, следует отметить, не мы их модерируем, не мы их контролируем. Это ключевая проблема, которая стала очевидной после 24 февраля, и против этого, конечно, бороться можно, но очень сложно. Против кого используются санкции в информационной сфере? Ну, традиционные СМИ, телеканалы, веб-сайты, радиостанции, новые СМИ, журналисты, ведущие программы, лидеры мнений, экспертное сообщество, пранкеры, политики, чиновники, спортсмены, артисты, корреспонденты военные, а также некоторые организации, такие как Россотрудничество, Роскомнадзор. То есть полный спектр в принципе людей, которые доносят свою точку зрения, находятся в рамках этих санкций. Как обосновывают эти санкции? Ну, вот тоже так вот для наглядности выдержки сделал. Это с точки зрения многих стран коллективного Запада инструменты для манипулирования информацией. Первое. Второе. Распространение дезинформации, дестабилизация конкретных стран, неправдивое освещение конфликта на Украине, воздействие на избирательный процесс, несоблюдение принципа беспристрастности в ходе освещения конфликта на Украине, конфликта на Донбассе. Ну, это наиболее рельефное. Санкции в информационной плоскости со стороны коллективного Запада в различных странах, они разные, но тут тоже можно обобщить, по сути, введены против всех ключевых медиа российских федераций. Вот у нас, я знаю, там по своим коллегам, когда общаюсь, зачастую складывается впечатление, что они введены преимущественно против РТИ и Спутник. Ну, это понятно, объяснить достаточно просто. Во-первых, это наши контрагенты, которые имеют, по сути, единственную легальную зарубежную сеть, а во-вторых, и РТИ и Спутник очень тщательно подходят к тому, чтобы любой подобный кейс сразу же попадал в публичную плоскость, плоскость обсуждения. что можно делать против метода противодействия. Судебные разбирательства пробовали. Самая, наверное, неэффективная и затратная ситуация в нынешних условиях. Многие наши СМИ пытались и пытаются через судебные инстанции добиваться снятия этих санкций, в итоге тратятся колоссальные ресурсы финансовые, результата фактически никакого нет. Но вместе с тем, конечно же, самым эффективным методом противодействия это создание качественного интересного контента для, в том числе, аудитории коллективного запада. Это мы можем делать. Мы не сильно ориентированы на это, но, естественно, конечно же, мы можем. Второе, потом еще медиаэффективное продвижение этого медиаконтента, потому что одно дело сейчас создать хороший контент. А совершенно другое, не менее важное, зачастую еще более важно, это его продвинуть, это чтобы посмотрела целевая твоя аудитория. Работа на поле противника, асимметричная метка, очень сложная, почти невозможна по некоторым странам, но все равно существуют методы, существуют специалисты, которые это могут. Ну и последнее, это использование лояльных целевых групп для продвижения тех нарративов, в которых мы заинтересованы, в продвижении которых мы заинтересованы. Это тоже можно делать, и выделяются подобные группы, в том числе в подавляющем большинстве стран коллективного Запада, но это совершенно отдельная сфера, она дорогая, может показаться на первый взгляд не особо эффективная, но если в стратегическом плане брать, она необходима. Ну и в самом конце, если минута у меня еще есть, вот несколько таких санкционных парадокс, которые лишний раз демонстрируют, что к санкциям надо тоже к каждой санкции, к каждым санкциям относиться с определенной долей настороженности, ну и по крайней мере пытаться анализировать это. Вот мне всплыло в голову коллега, с которым мы достаточно долго проработали вместе это депутат Госдумы Константин Федорович Затолин. Я думаю, многие из вас знают его. Вот этот человек, который за 15 лет был персон Нонградом во всех Балтийских государствах, в Молдове, на Украине, в Беларуси, во всех Кавказских государствах. И вот последнее как раз он стал персон Нонградом в Армении. И вот вопрос. Попал он под эти рестрикции, оставивая национальные интересы Российской Федерации или по другим причинам. И вот здесь уже каждая история с каждым государством нам дает совершенно разные ответы. И почему я этот пример привожу? Что вот против каждого человека сейчас очень много наших коллег, наших друзей, известных людей попали под эти санкции. Но здесь очень сложно так брать всех под одну гребенку. По каждому человеку надо смотреть отдельно, с чем связаны подобные рестрикции. Потом вот тоже парадокс. Вот там мой коллега в финансовом университете находится, Александр Шпаковский. Мы с ним в начале этого года попали тоже в санкционные списки. И вот некоторые журналисты, некоторые главреды очень таких серьезных изданий мне потом звонили и так грустно говорили. А вот ты понимаешь у нас чего-то не включили в эти списки. И видно, что людям хочется, чтобы их включили в эти списки, потому что это уже в современном мире, в современной России стало показателем некой активности. Это отдельная история. Ну собственно все. Спасибо большое за внимание, уважаемые коллеги. Спасибо большое, Денис, вопрос. В развитии темы информационных санкций и публичной дипломатии, может быть, 21 июля у нас будет годовщина внесения фонда Горчкова в санкционный список ЕС с 7-м пакетом. Наградили команду фонда Горчкова. Вы, может быть, как вторичные санкции, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, тоже к этому причастны. Дарья, каким образом складывались санкции, в том числе, может быть, через информационную сферу или в целом на фонде Горчкова, на его работе? Ну, мы на самом деле это восприняли как такой знак качества и благодарность за наш труд и работу. Мы старались, делали, приглашали вас, чтобы вы публично и давали комментарии правильные. В общем, наверное, мы действовали в этом направлении все вместе. Но, если говорить откровенно, они не так уж сильно повлияли на нашу деятельность. Безусловно, главное, наверное, что, может быть, пострадало, это просто невозможность совершать финансовые операции те, которые мы совершали ранее, ведь у нас есть большое количество грантополучателей, у нас есть, у нас было большое количество заявок от организаций европейских и других стран, но в связи с тем, что мы живем в глобальном мире, где банковская система тоже глобальна, тут уже, к сожалению, зависит не от страны, а от того банка, куда, собственно, делался перевод. Наверное, это главное, с чем пришлось столкнуться, но мы постарались выйти из этой ситуации, но могу сказать, что имиджевое и в плане, наверное, наших каких-то информационных оборотов это только стало плюсом, потому что, а, привлекло больше внимания к нашей деятельности, просто мы стали, наверное, чуть известнее за счет того, что нас просто включили, кто не знал, просто заинтересовались тем, что это за фонд, наверное, посмотрели, зашли, подписались, возможно, вот, но мы можем смело говорить о том, что, например, количество подписчиков практически во всех социальных сетях, наверное, за исключением Фейсбука, так как он все-таки является запрещенной сетью, выросло, и выросло в разы, YouTube-канал наш продолжает существовать, продолжает работать, несмотря на то, что многие YouTube-каналы наших коллег, партнеров, партнерских организаций не работают, заблокированы, думаю, что, может быть, ну, пока что, может быть, не обратили внимания, не дошли руки, но пока мы успешно существуем, набираем большое количество просмотров, там последние видео, там 25-26 тысяч просмотров на YouTube, мне кажется, для нашей скромной организации достаточно много, поэтому я могу только говорить, наверное, об очевидных плюсах, и эти показатели, которые мы имеем по количеству новых связей, новых партнеров и вообще географии нашего мероприятия, говорят о том, что мы прекрасно с этим живем, мы на это не сильно обращаем внимание, дальше выполняем свою работу, не часто об этом вспоминаем, ну, просто так, если только над этим посмеяться и в очередной раз вспомнить о свободе, о демократии и о таких, о справедливых принципах отбора в эти замечательные списки, жаль нам только, наверное, и главное, кого нам жаль, это наших партнеров, которые работали непосредственно в странах, имея свои представительства, и которые просто не имеют возможности так же широко работать, тоже раз сотрудничество или там персональные санкции были наложены на Евгения Примакова и Наталью Барлинову, бывшая директора программ Фонда Горчкова, которая сейчас и под следствием находится в Соединенных Штатах в Америке, это гораздо более грустные, я думаю, истории, для нас это стало только плюсом, мы постарались из этого выйти только в положительном ключе. Спасибо, Дарья, 21 июля, красный день в календаре. Да, теперь... Коллеги, предлагаем теперь от секторального аспекта переходить к страновому и субрегиональному. Давайте начнем с Закавказья и отдать слово магистру международного права, директору Центра Исламских исследований Кавказа Абхаидзе Шата Важаевичу, который выступит с докладом влияния антироссийских санкций на страны Закавказья. Шата Важаевич, вам слово. Коллеги, еще раз приветствую всех, спасибо за приглашение, постараюсь кратко сформулировать влияние антироссийских санкций на страны Закавказья. Начну с Грузии. Прогласно знаем, что эти три страны, Грузия, Армения, Азербайджан, являются абсолютно, у них разные политические, внешнеполитические векторы, они состоят в разных международных организациях, и у них как бы, как и внутренняя и внешняя политика кардинально отличаются друг от друга. Что касается конкретно Грузии, как повлияли антироссийские санкции на Грузию, какая у нас сейчас парадигма экономическая и политическая. Запад оказывает на Грузию очень серьезное давление в политическом плане, вынуждая грузинское руководство идти на поваду Западу, прежде всего это Америка, и присоединиться к антироссийским санкциям. Хотя руководство Грузии не принимает такое решение, не одобряет вот эту тематическую Западу, потому что это обусловлено тем, что это не в интересах Грузии, прежде всего, потому что грузинская экономика очень зависит от России, от российского рынка зависит, от финансово-банковского сектора тоже, потому что за последние два года, несмотря на то, что Россия находится под санкциями, вместо того, чтобы как-то негативно повлияло это на банковские переводы в Грузию, наоборот случилось. То есть возросло процентное соотношение, если раньше было где-то полтора миллиарда долларов ежегодно до 2022 года, до начала специальной военной операции переводов, банковских переводов за год в Грузию, эта цифра выросла значительно, где-то на 50-60 процентов, и это было обусловлено тем, что очень много мигрантов переехали из Российской Федерации в Грузию, и они уже там на постоянную живут. Где-то приблизительно 70 тысяч человек открыли банковские счета, где взносы достаточно солидные, это тоже стимулирует банковский сектор в Грузии. И что касается российских предпринимателей, компаний, которые тоже зарегистрировали свои компании в Грузии, открыли для того, чтобы торговать с Западом, чтобы, ну, прекрасно понимаем, что это невозможно делать с Российской Федерацией, настолько они находятся под санкциями, эти компании. И Запад вот тут тоже спекулирует той тематикой, что Грузия помогает России обходить какие-то санкции. Хотя это не так. Абсолютно все осуществляется в рамках закона, не нарушается никакой закон. И здесь грузинская экономика растет. Растет вот за последние три месяца, за 2022 год число бедных семей в Грузии сократилось на 5%. Это очень значимое число. Что касается объема актива, вот, например, оно составило за 2023 год, вот, за 4 месяца где-то 1 миллиард, 3, где-то полтора миллиарда долларов, так получается. Что касается туризма, туризм очень важный сектор, то, что объединяет Грузию с Россией. Здесь тоже в авангарде российские туристы стоят, и их число составило где-то более 300 тысяч человек только за первый период, первый квартал 2023 года. Что еще по отношению Грузии? Да, Грузия поставляет свою сельскохозяйственную продукцию, это, прежде всего, алкогольная продукция на российский рынок, и альтернативы, в принципе, российскому рынку нет. Соответственно, Грузия сейчас не может вводить никакие санкции против России. Во-первых, это будет нецелесообразно, и несмотря на то, что идет очень сильное давление, я думаю, что грузинские власти все равно не будут присоединяться к антироссийским санкциям, тем более, уже под санкциями попали весь, говорится, такой верховный совет инвестиции, очень много судей, очень много грузинских политиков, и фактически Грузия все равно в этом плане не будет менять свое решение, несмотря на то, что Грузия формально остается, придерживается евроатлантическому курсу, вектору внешнеполитическому, и Евросоюзу, я думаю, что это всего лишь такая формальная тенденция, которая в последующем уже будет хорошо проанализирована, и растет скептическое отношение по отношению с Запада, то есть антироссийские санкции, наоборот, повлияли конкретно, если взять грузино-российские отношения, в позитивном ключе, можно сказать, тут восстанавливаются торговые и экономические отношения, и идет обратный процесс восстановления политических отношений с Россией, то есть вот намечается такая тенденция, потому что идет грубое нарушение суверенитета Грузии со стороны Запада, они очень грубо вмешиваются внутриполитические решения руководства Грузии, и вот диктуют свои непонятные абсолютно правила поведения. Сейчас перейду к Армении. Армения является частью Таможенного Союза, Евразийского Союза, у Армении и так теснее отношение с Россией, что дает возможность российским компаниям осуществляться реэкспорт через территорию Армении и наоборот, что стимулирует в данном случае экономику Армении и там тоже намечается очень серьезный рост. Опять же, так как и в Грузии в Армении открываются компании, очень много компаний осуществляют через Армению свою деятельность в западных странах и Армения является очень таким важным экспортером тяжелых металлов. После санкций, которые осуществляются западом против России, введенных санкций, это число между Арменией и Россией торговли тяжелыми металлами вырос на 5%, это только сейчас в 2003 году. что касается торговли надземного транспорта, это прежде всего автомобили, которые через Армению завозятся в Россию, опять же, здесь это очень большое число, на 60% вырос за 2022 и 2023 год, то есть, это очень серьезное число. Там тоже несколько десятков банковских счетов открыто гражданами России, пищевая продукция, которую производит Армения, опять же, на 28%, где-то только на 2022-2023 год выросло поставки в Россию, то есть, это в связи с импортозамещением, и участились, опять же, визиты западных, в том числе, руководства Евросоюза, Еврокомиссии и американских политиков Армению, чтобы, опять же, уговорить их каким-то образом присоединиться к антироссийским в какой-то форме, хотя это не законодательство, ИАЭС и таможенного союза, и соглашения, международные соглашения между Россией и Арменией не дают такой возможности, хотя попытки есть со стороны Запада. И в данном случае тоже с Арменией эти российские санкции повлияли позитивно на армянскую экономику и в целом на армяно-российские отношения. Что касается Азербайджана, Азербайджан, так же, как в Грузии, не состоит, ни в таможенном союзе, ни в Российском союзе, но Азербайджан, так как является крупным производителем сельскохозяйственного сектора и основной рынок азербайджанских продукций это Россия, все боялись того, что будет спад рубля по отношению евро и доллара, это было еще в 2022 году, и они этим опасались, что западные СМИ в основном и западные политики говорили, что будет покупная способность низкая в России и, соответственно, пострадает от этого, не будет выгодно армянскому сельскохозяйственному сектору продавать свою продукцию в России, курс рубля в принципе в 2002 году прекрасно удержали, в 2023 году тоже нет таких особо больших скачков и армянская продукция и азербайджанская продукция опять же растет. То есть сельскохозяйственная продукция по процентному соотношению в 2023 году уже выросла где-то на 15% поставки. Что касается самой крупной отрасли, это нефтяная сфера, где Россия сотрудничает с Азербайджаном, еще до санкционной политики в принципе российские, вот Газпром и Роснефть крупно сотрудничали с азербайджанским Сокором и таким образом Азербайджан получал сырье из России, которого они потом перерабатывали и поставляли уже в других странах. И на фоне того, что сейчас происходит, в принципе Запад свои коды вводит, свои ограничения на добычу нефти, тем более российская нефть уже попадает под санкциями в западных странах, и это каким-то образом крицы прибыль получают азербайджанские компании от этого. Хотя ограничения, которые вводятся с Западом с другой стороны, как-то тоже повлияли на азербайджанскую нефтяную сферу. Ну, Азербайджан в принципе во многом заменяет сейчас российскую нефть или использует российское сырье уже при работанном виде, уже продает вот эту продукцию. Что касается банковских переводов, тут Азербайджан, число азербайджанских мигрантов в России это несколько миллионов, и это очень важно, что они стимулируют азербайджанскую экономику отсюда с переводами. Здесь тоже ничего не сокращается особо, наоборот, растет. И военно-промышленная сфера по-прежнему в принципе сотрудничество между Россией и Азербайджаном идет, и негативно на Азербайджан тоже как бы не повлияло. Это антироссийская как говорится политика и санкции. В целом, если так проанализировать ситуацию, связанную с закавказскими странами, все три страны получили позитивую выгоду экономическую и политическую, чем какой-нибудь негатив. Спасибо большое за обстоятельный анализ страновой и в целом субрегиональный. Давайте тогда вопросы какие есть, мы обсудим. Спасибо большое, Шата. Вопрос по Грузии. Если я не ошибаюсь, в 2024 году ожидаются парламентские выборы в Грузии. Вот каковы, ну, может быть, еще рано говорить, но тем не менее, да, вот позиции, собственно говоря, грузинской мечты, мы знаем, что ЕНД ведет борьбу, так сказать, пытается по мере сил, да, хотя вот внешнеполитические вводные, конечно, особенно вот отмена визового режима, возобновление авиасообщения усиливают в первом приближении позиции грузинской мечты. Вот с учетом этих факторов, да, вот как видится предстоящая, собственно говоря, литеральная кампания, ситуация и прогноз вот по итогам, ну, пока вот с учетом еще срока все-таки, конечно. Да, безусловно, такой интересный вопрос. Что касается грузинской мечты, оно уже под очень сильным давлением, можно сказать, что можно в 2004 году многие руководители партии уже будут персонами Новград в западных странах, не исключаются. Хотя формально все равно они вот этот курс поддерживают, потому что я, анализируя ситуацию, изнутри знаю внутреннюю кухню грузинской политического кухни, могу сказать, что они боятся очень сильно и заявить уже прямо, что вот этот курс мифической евроинтеграции ничего не дает абсолютно. С другой стороны, их местная деструктивная оппозиция очень шантажирует и идут политические спекуляции постоянно. Хотя все-все прекрасно понимают, в чем выход Грузии, потому что у нас очень серьезные территориальные проблемы. Опять же, мы понимаем, что война это не решение в путь, милитаризм это абсолютно отклоняется, грузинская мечта хотя бы на том, спасибо, что изначально они декларировали свой антимилитаристический подход к данному вопросу, к восстановлению территориальной целостности Грузии. И в этом ключе, в принципе, тоже все поддерживаем грузинскую мечту. Что касается конкретно выборов политические мозаики, которые сейчас в Грузии, это очень сложная на самом деле политическая мозаика, с одной стороны, то есть вот те партии и другие деструктивные оппозиционные партии и общественные организации, они не поручаются особо поддержкой народа, но создается информационное поле, очень сильная пропаганда идет со стороны либеральных СМИ, где-то 80% Грузии СМИ это либеральный сегмент, который финансируется с запада или финансируется с карманов представителей режима Саакашвили, которые наворовались очень много денег, в том числе бывший министр Кезирашвили, которые заработали на войну в 2008 году где-то около 9 миллиардов долларов, и вот эти деньги сейчас аккумулируются на то, что каким-то образом удержаться в этих законодательных органах своей партии, чтобы набрали какие-то проценты, но этот процент до 2024 году не будет превращать 25 процентов максимум то, что может получить деструктивная оппозиция, потому что люди уже видят, электорат видит, что вот это все, то, что подает Запад, уже очень сильный эвроскептицизм в Грузии развивается процесс, хотя вот тот сегмент, эта секта деструктивная, можно сказать, которая постоянная тоталитарная секта, которая выходит на вот эти акции, создает фонд, что якобы вся страна за интеграцию в НАТО и Евросоюз это не так. Каждый год в выборе показывают, что это не так, потому что людей в принципе 70 процентов не загонишь и не сфальсифицируешь такое число. Я знаю настрой людей и обычные люди у них нету возможности, нету желания даже выходить на эти письменные акции на легализацию однополых браков или на нарколегализацию наркотиков и так далее, и так далее. В этом плане будет все очень сложно, потому что на выборах Запад будет спекулировать, опять же, будет говорить, что в Грузии нарушаются права человека, что кремлевские олигархи оккупировали власть, но это не так. Абсолютно прежде всего грузинская мечта сейчас играет свою игру, своя игра, чтобы просто удержаться у власти и все. И они прекрасно понимают, где вот этот, как говорится, выгода, чисто прагматичные шаги предпринимают. Эти шаги способствуют даже выучению политической и экономической ситуации в Грузии. Так что вот, борю-буду. Ну, мне кажется, вот тоже свои пять копеек вставлю. Последнее событие с внесением в Думу, в Думу, в законодательное собрание, да, парламент Грузии, закон об анагентах стал лаком своей бумажкой, чтобы показать, с одной стороны, поляризацию общества, с другой стороны, насколько действуют дуальные стандарты, потому что буквально в этот же исторический, как сказать, исторический месячный период назад, да, Жозеп Боррель сказал, что в Евросоюзе необходимо ввести закон об анагентах, да, и Канаду приняли как раз вот тот же период закон. Именно так, Канада, да, то есть мир строится теперь по, если раньше он строился по такому критерию, что есть страны коммунистические, есть капиталистические, то теперь, видимо, они строятся, условно говоря, либерально-демократические, те, которые считаются, ну, демократия, она разная, не обязательно. Да, кому-то можно, кому-то нельзя, и здесь идет вот новый вывод и раздел вот этого мира созидания. Спасибо большое, коллеги, если вопросов нет, мы тогда перейдем к заключительному. Если год назад мы с вами на первых парах, значит, старались оценить исключительно экономический эффект от санкций, возможно, политический, внутриполитический, да, информационный, то теперь мы с вами затронули еще и международный трек ближайшего зарубежья, и мы понимаем, что и концепция внешней политики теперь, да, более сфокусирована на странах постсоветского пространства, и от этого мы с вами анализируем сегодня и влияние антироссийских санкций, в том числе и на страны ближнего зарубежья, наших партнеров в Закавказе, и в том числе на треки Евразийского экономического союза. Пожалуйста, Евгения Махматова и Дарья Синьевна. Спасибо большое, Игорь Дмитриевич и Фон Горчкова, мой родной финансовый университет, с приглашением, возможность принять участие в этой действительно очень актуальной и интересной дискуссии. Я понимаю, что мы весьма активно работаем, постараюсь действительно тоже быть тезисной, лаконичной. Да, Евразийский экономический союз, собственно говоря, это один из ключевых интеграционных проектов Российской Федерации. Фактически, когда мы говорим про Евразийский экономический союз, мы подразумеваем санкции, потому что ИАЭ существует все свое, так сказать, время, весь свой период именно под влиянием санкций в отношении и Российской Федерации, и Беларуси. Я напомню, что официально этот проект стартовал в 2015 году, был запущен, подписание договора о создании ЕС было в 2014 году, в мае, когда уже пошли первые санкции в отношении России после известных событий, соответственно, в Крыму. Поэтому иной реальности, кроме как санкционы, у Евразийского союза нет. Но если в 2014 году речь шла о том, чтобы, так сказать, как совместно реагировать на односторонние санкции в отношении не просто одного из участников, но одного из топовых, собственно говоря, участников Евразийского интеграционного проекта, а впоследствии как реагировать на введенное Россией торговое эмбарго в отношении, как сейчас говорят, недружественных стран, то с... И, в общем, это более-менее вопрос решался, где-то закрывали глаза, где-то, так сказать, усиливали вопросы поставок, допустим, европейских товаров путем маркировки и более-менее ситуация устаканилась. То сейчас, в 22-м году и в 23-м году уже стоит вопрос более серьезно в отношении, собственно говоря, наших партнеров по Евразийскому союзу не просто, так сказать, как вырабатывать совместную политику реагирования на такого рода санкции односторонней, но и как избежать вторичных санкций, при том, что никто, в общем-то, не знает и нигде не объясняется, что из себя эти вторичные санкции могут и будут представлять, и будут ли они в принципе введены, либо это некая такая угроза, да, вот сегодня уже звучал этот термин, угроза санкций, которые, ну раз, может быть, даже страшнее самих санкций, когда они введены, уже можно выдохнуть, да, когда постоянно угрожают, ведем-ведем, соответственно, непонятно, что уже будет сделано, будут ли это, скажем так, санкции в таком государственном масштабе, будут ли это секторальные, либо персональные, либо банковские, торговые, непонятно совершенно, о чем идет речь, но тем не менее, и Игорь Дмитриевич сегодня действительно тоже упоминал о том, что в Соединенных Штатах, в Европейском Союзе ведется довольно активная кампания по как раз-таки недопущению сближения экономик России и стран Евразийского Союза, но сегодня уже Беларусь и Армения звучали, я чуть более подробно остановлюсь на Казахстане и Киргизе, как и, так сказать, участниках Евразийского интеграционного проекта, так и, собственно, странах Центральной Азии, здесь в более широком контексте, также мы смотрим на Таджикистан, на Узбекистан и чуть менее, но все-таки на Туркменистан. Соответственно, что касается статистики, вот я нашла, не очень видно, да, к сожалению, нет, вот красным не видно, к сожалению, тогда я прокомментирую словами, честно говоря, не перепроверила. Значит, что касается зеленым, собственно говоря, это положительные показатели роста, да, то есть, если мы посмотрим на статистику к январю 2023 года, то здесь мы видим, что промышленное производство растет в Армении, растет в Казахстане и довольно заметно, ощутимо, растет в Киргизии, то есть, собственно говоря, уже год прошел фактически с начала СВО, да, в этом вопросе санкции не оказали ощутимого негативного влияния на эти экономики, но вот здесь не видно показатели, но цвет показывает, да, в Красном это отрицательные индикаторы, соответственно, в России вот в процентном соотношении минус 2% в темпах промышленного производства, а в Беларуси минус 4%, то есть, все-таки, да, санкции повлияли здесь по вполне понятным причинам, да, и плюс, все-таки значительные ресурсы были брошены на специальную военную операцию, на поддержание у нас оборонного сектора, поэтому отсюда такие показатели. Что касается индекса потребительских цен, то они во всех странах цены выросли, то есть, здесь по всем вот красная позиция, но незначительно, и вот, не видно, да, максимальный показатель это как раз в Армении 1,4%, и минимальный это как раз Россия и Беларусь, то есть, действительно, самые подсанкционные страны демонстрируют наибольшую устойчивость именно в вопросе ценнообразования, собственно говоря, наибольшая как раз-таки резистентность по отношению к вот такого рода колебаниям. Ну, и темпы прироста взаимной торговли с Евразийским Союзом, собственно говоря, максимальный темп прироста это Армения, вот, 184% мы наблюдаем по отношению к 2022 году, здесь уже тоже отмечалось, да, что вот как раз тот самый реэкспорт, да, и параллельный импорт, он, судя по всему, в эту статистику и закладывается. Ну, плюс все-таки, да, некоторые ниши высвобождаются, хотя не сказать, что Армения прям вот активно их занимает, да, там торговые ниши, это не так, несомненно, скорее всего, действительно здесь речь идет именно о реэкспорте. Ну, и, соответственно, отрицательная как раз динамика взаимной торговли только лишь у России, здесь тоже, несомненно, речь идет именно о санкционном влиянии, и понятно, что все-таки вот сейчас плюс у России наблюдается переориентация даже не столько на рынке Евразийского Союза, сколько на азиатское направление, азиатский трек, вот Китай, Индия, Турция, кстати, то есть страны вне, собственно говоря, евразийского интеграционного проекта, поэтому здесь отрицательная динамика, а все остальные, да, вот демонстрируют неплохие показатели, Киргизия, собственно говоря, и Казахстан, и Белоруссия, да, здесь внутренний прирост. Давайте дальше пойдем, надеюсь, не листает, что-то сегодня уже, видимо, устала техника, можно помочь? Будьте добры, следующий слайд. Да, значит, что касается статистики торговли между Россией и Казахстаном, я вот остановлюсь подробно именно на этих странах, то мы видим, что за второе полугодие 22-го года товарооборот вырос. Я действительно брала статистику вот с Кастрейд, собственно говоря, казахский источник, да, потому что уже, так сказать, много же доупоминалось, что мы не можем статистику в том числе и по торговле получать российскую, хотя я соглашусь абсолютно, что это, наверное, не всегда рационально оправданно, в том числе для того, чтобы делать адекватный и современный анализ. Но, тем не менее, мы видим, что, несмотря на вполне ожидаемое, так сказать, превалирование в структуре казахстанского товарооборота импорта из России над экспортом, тем не менее, общие объемы выросли. То есть динамика в данном случае положительная, хотя Казахстан, пожалуй, является одним из наиболее, скажем так, проблем на государстве в Российском Союзе именно с точки зрения, ну, скажем так, своего политического отношения к санкциям и той публичной риторики, которую периодически озвучивают, собственно говоря, казахстанские элиты, включая президента Такаева, который говорил о том, что мы, так сказать, будем работать над тем, чтобы не допускать параллельного импорта. Ну, там он в других словах говорил, он больше про санкции, не нарушать санкции, мы здесь законопослушные, так сказать, граждане и так далее, да, но тем не менее, если вот посмотреть на статистику, то товарооборот растет. Да, безусловно, это в том числе и стало отражением, так сказать, стремлением все-таки Казахстана тоже занимать определенную нишу, в том числе, допустим, в сфере сельского хозяйства, да, так сказать, в сфере там пищевой промышленности, но мы с вами не можем однозначно утверждать, что казахстанской продукции на российском рынке, допустим, стало больше, да, но вот, например, растет экспорт как раз российских сырьевых продуктов на рынок, соответственно, Казахстана, да, вот, то есть в данном случае закладывается сюда и это. Ну, если говорить в целом про Казахстан, то ситуация сложная. С одной стороны, да, Казахстан был, есть, я думаю, будет, так сказать, участником всех интеграционных объединений с участием России на постсоветском пространстве, это СНГ, это, собственно говоря, Евразийский союз, это ШОС, и плюс обновляется формат, новый, так сказать, даже создается формат, это Центральная Азия плюс Россия, вот осенью прошлого года он был, стартовал этот формат, он еще не обкатан, да, но, тем не менее, это что-то новое, да, с диалогией России с стран Центральной Азии, особенно с учетом того, что ранее Москва предпочитала действовать на такой двусторонней основе, сейчас вот все-таки, видимо, происходит некий пересмотр. Посмотрим, как это будет реализовано, насколько успешно. Тем не менее, да, вот Казахстан, действительно, неоднократно элиты казахстанские озвучивали такие довольно неприятные для российского уха заявления относительно того, что мы не будем, так сказать, мы будем способствовать соблюдению санкционного режима, хотя по факту, в общем-то, Казахстан здесь скорее занимает такую молчаливо-нейтральную позицию, то есть, да, так сказать, публично мы не будем препятствовать, то есть мы будем препятствовать санкциям, но на практике, в общем-то, ну, скажем, эти действия не блокируются, то есть такая разнонаправленность есть для внешней аудитории, и не столько российской, сколько зарубежной, законопослушной, но для, так сказать, на практике мы видим, что товарооборот растет, и, собственно говоря, товары, да, вот в рамках того самого параллельного импорта поставляются, и вот я буквально сегодня вот посмотрела статистику, озвучила федеральная, значит, федеральная статистическая служба Германии, у них интересные показатели, на 23-й год вот они сообщают, что по их данным поставки, например, Белоруссию выросли на 77%, в Киргизию на 994% поставки из Германии товаров выросли, в Казахстан, и Армении эти поставки удвоились, то есть явно здесь идет определенное, так сказать, блокирование страны Казахстана, но факт удвоения, он тоже вызывает здесь определенное чувство, да, что уж если сами немцы признают, что вот такие высокие показатели, явно что-то здесь не так, с параллельным импортом, то есть мы публично слышим одни заявления, а на практике это несколько по-другому реализуется, ну, из тех товаров, которые вот реэкспортируются, да, так сказать, даже не так, из тех товаров, которые экспортируются Германии в эти страны, это автомобильная, это промо, это запчасти, химическая промышленность, одежда и металлопродукция, то есть, ну, в общем-то, это те товары, которые могли бы быть поставлены в Россию напрямую, что интересно, особенно тот самый автопром, да, но вот, так сказать, ввиду известных обстоятельств, сейчас это дело все идет транзитом через Казахстан, и действительно в Казахстане, скажем, пока на данном этапе такая нейтральная позиция, не запрещают, но и как бы не поощряют это, да, не способствуют этому параллельному импорту. Пойдем, да, спасибо. Вот здесь я посмотрела статистику по товарообороту Казахстана со странами СНГ, собственно говоря, как это сегодня выглядит, согласно Бюро НАТО статистики, а Казахстану, то мы видим, что несомненно, ключевым торгово-экономическим партнером Казахстана по итогам 2022 года все равно остается Россия, собственно, это понятно, это ключевой торгово-экономический партнер в принципе, хотя по экспортным, например, операциям относительно Казахстана Россия не занимает ведущих позиций, там я чуть далее покажу эти слайды, но в вопросе импорта, да, здесь в статистике тоже видно, что Россия лидирует. Вне ЕАЭС партнером Казахстана является Узбекистан и все остальные партнеры здесь на постсоветском пространстве это тоже страны Центральной Азии, это Киргизия, это Таджикистан и Туркменистан, так сказать, показатели здесь в целом немаленькие, но уже все остальные страны, так сказать, идут чуть далее, то есть из этого можно сделать вывод, что основное направление помимо России это Центральная Азия для торгово-экономических операций на постсоветском пространстве, собственно говоря, Казахстан сейчас довольно активно развивает именно Центрально-Азиатский трек, в частности, вот то самое совещание по мерам доверия и взаимодействия в Азии, которое состоялось как раз в прошлом году, это инициатива Казахстана, да, если, например, скажем, как сейчас можно говорить, нарративом, да, Нурсултана Назарбаева была как раз евразийская интеграция, интеграция, то вот Такаев по многим признакам сейчас как раз идет по пути, ну, скажем так, вот Центральной Азиатской интеграции, многое делается для того, чтобы развивать, например, водно-энергетический сектор в регионе, вот не так давно было подписано соглашение между, соответственно, правительствами Казахстана, Узбекистана, Киргизии возобновлений проекта Камбарата-1, то есть это гидроэлектростанция, тем более, что прошедший зимний отопительный сезон показал, какие сложности существуют в энергосистемах практически всех стран Центральной Азии, собственно говоря, та инфраструктура, которая там сегодня есть, она уже изнашивается, она не ремонтируется, соответственно, пока существует на былых советских мощностях, но что-то с этим надо делать, и, соответственно, сейчас вот Казахстан довольно активно выступает как раз таки с инициативами по интеграции, собственно говоря, энергетического потенциала стран региона, ну, исходя из торговой статистики, мы тоже видим, что Центральная Азия для Казахстана остается таким весьма интересным и привлекательным направлением, хотя понятно, что объемы не сопоставимы ни с российскими, ни с китайскими, ни с турецкими, но вот на полусоветском пространстве это, пожалуй, тоже одно из таких сегодня направлений, куда Казахстан идет. Что касается, так сказать, проблем, которые, да, сегодня существуют, это не только позиции элит, ну, и в целом, это некоторый слом нарушение цепочек поставок товаров, например, из Казахстана в Россию, ну, и в целом на евразийское пространство в результате пандемии ковид, да, и сопутствующих ограничений, и эта ситуация очевидным образом усугубилась на фоне конфликта России и Украины, вот плюс, допустим, определенные, так сказать, претензии у Казахстана уже появились не только к России, но и Киргизии, например, вот буквально на днях была перепалка там между как раз Казахстаном и Киргизией относительно того, что были поставлены детонаторы, собственно говоря, в Киргизию, которые якобы по версии казахской стороны реэкспортируются в Россию, являющиеся, собственно говоря, подсанкционным товаром, но Бишкек сказал, что нет, это для нашей горнодобывающей промышленности, это наше внутреннее дело и просьба, так сказать, не комментировать это, да, вот, ну, то есть уже вот такие вещи, они опубличиваются, явно здесь вот такая игра ведется сегодня. Ну, несомненно, да, риск попасть под вторичные санкции, об этом много говорилось, о том, что, так сказать, Казахстан, равно как и другие страны, мыслится именно как, действительно, такой, довольно в этом вопросе опасный игрок, в частности, здесь можно вот вспомнить, да, совместное предупреждение агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Бюро промышленности и безопасности при Минторге Соединенных Штатов, как раз таки они включили Казахстан вместе с другими странами региона в числе, в число вероятных перевалочных пунктов, и, соответственно, неоднократно и Министерство юстиции, да, Министерство торговли, и Минфин США озвучивали комментарий, да, что вот, соответственно, Казахстан может оказаться под санкциями, под вторичными санкциями, да, в случае, если будет нарушаться торговля именно в отношении России, да, под санкционных товарах. Кстати, здесь можно напомнить, что вот несмотря на такую довольно как бы разнообразную риторику, президент Казахстана выбрал Россию в качестве, так сказать, первой точки для своего государственного визита в ноябре 22-го года, когда он был переизбран, ну, по разным факторам, да, в том числе, судя по всему, помятуя о том, какую роль Россия сыграла именно в урегулировании внутренней ситуации, да, в январе 22-го года, собственно говоря, это многому позволило, но такая, собственно говоря, не просто удержаться, да, так сказать, у власти, но и эффективно осуществить внутриэлитную кампанию, да, которая на данный момент пока еще не завершена, но, тем не менее, да, вот, так сказать, силовый фактор со стороны России, он сыграл, конечно, весьма заметную роль. Ну, и плюс участие такая, да, в параде победы тоже, так сказать, имело определенные сигналы и определенный символизм. Давайте пойдем дальше. Может, если про Кирбизию и тогда... Я бы очень тезисно, да, да, ага, там, я действительно так и планировала сделать. Можно вот посмотреть удельный вес, но я его вкратце прокомментировалась. Можно, пожалуйста, дальше? Следующий слайд. Работал, да? Не знаю. Вот. Раньше чуть-чуть еще. Оставим здесь. Да, значит, вот, пожалуйста, статистика, можно оставить, да, статистика по как раз таки товарообороту, экспорту, импорту. Мы видим, да, что по экспорту Россия занимает только лишь третье место, то есть, а в вопросах импорта Россия не просто лидирующая позиция, но, как я сказала ранее, ее показатели кратно выросли по сравнению с, значит, по сравнению с 21-м годом. Да, и вот здесь Китай является, конечно же, нашим, ну, скажем так, потенциальным, да, конкурентом. Действительно, Китаю есть что предоставить. И для Казахстана Китай ведет активную инвестиционную кампанию, инфраструктурную кампанию в Казахстане и в целом в Центральной Азии. Плюс та самая китайская мягкая сила, да, она тоже, что называется, довольно активно присутствует в Казахстане, хотя, вот, например, пожалуй, сенофобия – это тот фактор, который наиболее ярко себя именно в Казахстане проявляет, там, свои сложности по отношению к Китаю, да, своя специфика восприятия Китая, всего, там, определенных исторических причин и так далее. Но, тем не менее, да, именно вопрос экономики и Россия-Китай сегодня, пожалуй, являются, Россия, потом Китай, являются ключевыми торгово-экономическими партнерами Казахстана. Ну и несколько слов скажу, да, про Киргизию, собственно, что отметила президент Киргизии, Жапар был единственным, да, с Георгиевской ленточкой на Параде Победы, и, кстати, он, ну, помимо Владимира Путина, да, он также свой первый в свое время госвизит совершил в Россию после избрания на пост президента, и он один, фактически единственный президент, кто в начале специальной военной операции ее поддержал. Да, он потом попытался как-то это дезавуировать, но, тем не менее, его риторика, она была довольно комплементарна в отношении российских внешнеполитических действий. В этом плане, конечно, можно говорить, что, наверное, всей Центральной Азии сегодня Киргизия пытается, ну, более-менее, действительно играть такую вот, скажем, прямолинейную, вести прямолинейную политику на российском направлении. Это объективно связано и с той очень высокой экономической зависимостью, в которой сегодня республика находится, причем показатели для Киргизии негативные. Вот я посмотрела статистику, собственно говоря, тоже национальную. Экспорт за второе полугодие, 22-го года составил чуть больше 1 миллиарда долларов, тогда как импорт в Киргизию составил почти 5 миллиардов долларов. И если сравнивать с показателями 21-го года, то в 21-м году экспортные операции составили 1,6 миллиардов долларов, а импортные 3 миллиарда, то есть почти в два раза импорт увеличился. Соответственно, да, и растет зависимость, и прежде всего зависимость из России. Я также посмотрела статистику переводов. Значит, на декабрь 2022 года денежные переводы от физлиц из России, прежде всего, составили 5 миллиардов долларов. Это гигантский объем, этот показатель существенно превышает отток денежных средств в Киргизии. И причем этот показатель, что характерно кратно вырос с момента начала специальной операции. То есть, так сказать, позволяет говорить о том, что стабилизация рубля на внутреннем рынке Киргизии привела к счетимому росту как раз денежных переводов. И, в общем, зарабатывать деньги в России для трудовых мигрантов из Киргизии стало выгодно. Ну и плюс все-таки нет тех самых ограничений, которые есть для стран вне Евразийского союза. Если можно, следующий слайд, пожалуйста. Развешающий. Да, вот, собственно, удельный вес страны в общем объеме Киргизии. Россия, несомненно, здесь занимает лидирующие позиции. На втором месте Казахстан кратно отстает Беларусь, и Армения даже вот не в рамках статистической погрешности. То есть, торговли практически не ведется. Своя специфика тоже есть в Киргизии. Как мы все знаем, в республике довольно активно присутствует Турция именно в контексте. И, кстати, не только там мягкая сила, но и в экономических проектах, отчасти в инфраструктурных проектах. Но, тем не менее, вот те действия, которые транслирует президент Киргизии, позволяют говорить о том, что это, собственно говоря, страна, которая заинтересована в том, чтобы оставаться в орбите, собственно говоря, российской внешней политики. Да, не без проблем. Да, есть тоже свои, что называется, двусторонние претензии друг к другу. Но все-таки вот, так сказать, режим санкций, если вернуться к нему, он тоже сыграл свою, в общем-то, благоприятную роль. И еще один момент, о котором я хотела сказать, забыла. Это те самые релаканты, собственно, о Киргизии и Казахстан стали точкой притяжения для тех, кто в две волны. Первый, собственно, конец февраля-март, и вторая – это конец сентября-октября, когда была объявлена мобилизация. Вот я, собственно, по Казахстану посмотрела статистику. Значит, на конец 2022 года в Казахстан, согласно данным МВД Казахстана, въехало 1,660,000 граждан Российской Федерации, а выехало 1,640,000 граждан России. То есть осталось там совсем действительно ничего, чтобы говорить о том, что, так сказать, действительно сейчас идет некий такой процесс миграции, трудовой уже в обратном направлении. То есть те, кто остался, тоже, по многим данным, не рассматривают Казахстан именно как место своей постоянной дислокации, а все-таки в перспективе собираются оттуда уезжать. Сегодня уже много говорилось о системе МИР, тоже, да, и в Казахстане, и в Узбекистане, ну, уже за рамках ЕС были свои сложности именно с реализацией, да, вот, так сказать, этой карты, были определенные блокировки, но в конце они все-таки были сняты. Сейчас, насколько я знаю, система работает. Периодически, да, так сказать, есть бой, это тоже неудивительно в нынешних условиях, но в целом, если говорить именно про ЕС как набор двусторонних отношений, да, двусторонних таких вот связок, то динамика положительная. Если говорить про евразийский экономический интеграционный проект, как вот действительно некий такой институт, да, как интеграционную такую мощь, которая звучала несколько лет назад, то сейчас, да, определенные контрмеры ведутся, но главная проблема в том, как противодействовать этим односторонним санкциям в отношении каждого из участников, как вырабатывать единую антисанкционную политику без ущерба для собственных интересов. Вот на этом пока сейчас, так сказать, явно наблюдается некий тормоз, да, что называется интеграция, но не взята, не поставлена на паузу, но определенные пробуксовки мы наблюдаем, и вот как раз сейчас, наоборот, идет расширение развития параллельных интеграционных проектов, это союзные государства России, Беларуси, и вот тот самый новый механизм Россия плюс Центральная Азия. У меня все, спасибо. Спасибо большое. И завершим тогда. Дарья. Коллеги, можно, пожалуйста, мне мою презентацию? Я прям много времени отнимать не буду, буквально минут пять. Сразу прошу прощения, у меня, в отличие от предыдущих коллег, нет красивых графиков карт, это скорее такой формат тезисов, чтобы мне не уйти в сторону. Последнее висит в чате, написано вступление Осинина, 12.05. Ну, пока коллеги включают, спасибо большое, конечно, фонду Горчукова за то, что мы уже не первый раз совместно проводим мероприятие, и что наш финансовый университет стал уже таким устойчивым партнером. Спасибо всем коллегам, которые сегодня посетили мероприятие, выступили. Второй слайд, сразу можно? Ну, вот сразу продолжаю выступление Евгении Викторовны. Отмечу с того, что действительно Евразийский экономический союз был создан 1 января 2015 года, но и фактически с самого начала своего создания он находился под санкционным давлением, потому что якорное государство, ключевая Российская Федерация с 2014 года так или иначе находилась под разным совершенно уровнем санкций, но санкции были. Если мы посмотрим на само Евразийское экономическое объединение, на сам Евразийский экономический союз, то здесь нужно четко выделять количественное и качественное измерение. Вот в количественном измерении, об этом коллеги сегодня много говорили, Александр Павлович Шпаковский, Евгения Викторовна, в количественном измерении особо-то проблем, если посмотреть по совокупности, мы не видим, потому что объем внутренней торговли в Евразийском экономическом союзе в 2022 году достиг своего пика. Но вот на слайде переведена статистика по отношению к 2021 году 10% пунктов. Если мы посмотрим на страновой разрез, то здесь понятное дело, что ряд западных компаний из России ушел. Вакантное место появилось, и, соответственно, оно было занято сразу же нашими ближайшими союзниками. Если посмотрим именно на числовой эквивалент, то по отношению к 2021 году экспортные мощности выросли в 1,4 раза. То есть в целом динамика приличная. То же самое можно сказать и отдельно в страновом разрезе. Данные представлены на слайде. Армения в 2,8 раза, Казахстан в 1,2 раза, Кыргызстан в 1,8 раз. Понятное дело, что основной экспортный поток был направлен в Российскую Федерацию. Ну и для двух стран, Армения и Кыргызстан, значимость рынка ЕС в 2022 году стала значительной. И увеличилась, конечно, очень прилично. Для Армении в 2 раза, для Кыргызстана в 2,5 раза. Можно, пожалуй, следующий слайд? Ну вот если мы перейдем в данном случае... Нет, предыдущие, это вы через проскочили. Ну вот если мы перейдем к качественному измерению, то здесь, конечно, история совершенно другая. Вот неоднократно сегодня уже затрагивались вопросы Казахстана. Понятное дело, что были проблемы с грузоперевозками. Был ряд формальных таких моментов. Ну, например, в феврале 2023 года Казахстан официально закрыл свое турпредство в Российской Федерации. А вот если посмотреть на фоне, каких событий это происходило, то это нас выводит на определенную политическую формулу давления западных стран в условиях вот такой глобальной политики санкций. 28 февраля 2023 года Энтони Блинкен осуществляет свой крупный визит по Центральной Азии. Две ключевые точки – это Казахстан и Узбекистан. Вот 27 числа за день до официального визита Энтони Блинкена в Казахстан становится известно публично во всех медиаресурсах о том, что Казахстан закрыл свое турпредство. Если мы будем говорить о формальных каких-то причинах или о том, как это было объяснено казахской стороной, то повод был один, что в посольстве так достаточно количества сотрудников, и в целом они вполне себе справляются. Если же говорить о неформальной стороне, то здесь все просто и понятно. У нас в ноябре 2022 года прошли президентские выборы, в Казахстане, но которые фактически положили конец предыдущему Назарбаевскому периоду и ознаменовали новый период. Окончательная точка вот этого управляемого транзита власти, который был заложен еще в марте 2019 года, должны были как раз стать мартовские парламентские выборы в Казахстане. Поэтому визит Блинкена в Казахстан был не случайный, повестка тоже была заранее проработана. Ну и если говорить также о параллельной такой вот фоновой истории, или чего боятся у нас центрально-азиатские наши партнеры, ну это страх вторичных санкций. Страх вторичных санкций, прежде всего, с одной стороны, а с другой стороны, это обещание многомиллиардных инвестиций. В этот раз Блинкен приезжал, обещания тоже были. И вот такая история, которая последние лет пять точно уже идет, она нас выводит на определенную формулу. По какой формуле действует Запад? Формула очень простая. Это плотный такой внимательный мониторинг политического пространства наших стран-союзников и оказание давления на наиболее чувствительные точки. С 2016 года у нас в Центральной Азии идут транзитные процессы. Я не случайно говорю именно о Центральной Азии, а не конкретно там о Казахстане или Киргизии. Ну потому что, когда мы говорим о современном Евразийском экономическом союзе, мы, конечно, должны говорить скорее о таком большом евразийском пространстве, потому что среди основных партнеров Евразийского экономического союза это в том числе Узбекистан, который является страной-наблюдателем, это Туркменистан, у которого новый логистический потенциал в рамках этого объединения. Здесь уже о визите Блинкена в этот раз я сказала, но вот стоит вспомнить также еще и визит Майка Помпел в 2020 году. Та же самая история. Узбекистан планировал вступить в Евразийский экономический союз. 2 октября 2019 года у нас Матвиенко официально это озвучивает. В российских СМИ такой большой аншлаг. А середина января 2020 года Вавров приезжает с официальным визитом в Ташкент. И вроде бы все уже стороны договорились, а нет. Буквально через неделю Ташкент официально заявляет, что вступать он на правах полноценного члена пока не будет, ограничится статусом наблюдателя. Вот если провести параллель, а какой фон основной был, какие политические процессы дошли в Узбекистане, ну и визит опять же госсекретаря на тот момент был. Майк Помпео, конец января, крупная центральная азиатская турная РАС. Второй момент. Мерзиёеву нужно было идти на следующие президентские выборы в 2021 году. Поэтому здесь ключевые кризисные моменты, которые есть в рамках Евразийского экономического союза, но они связаны не столько с санкционной повесткой, столько скорее с внутренними политическими триггерами, которые имеются и с политическими процессами, которые там идут. Ну вот транзит власти и выборная история – это, конечно, основная на сегодняшний день такая проблема в развитии дальнейших наших взаимоотношений в рамках ЕАЭС. Но есть и позитивный момент, особенно учитывая, что я выступаю последним, можно, пожалуй, в следующий слайд? То о них мы лучше и поговорим. Вот когда мы говорим сегодня о возможностях, мне буквально две минутки осталось, о возможностях Евразийского экономического союза, то, как я уже говорила ранее, все-таки мы должны понимать, что на него большое влияние на сам союз оказывают не только санкционное давление на Россию, но и глобальная перестройка всей мировой торговой системы. Это сказывается как на внешних ориентациях базовых государств Российской Федерации, Казахстана, так и на трансформации вагистических цепочек. Вот сегодня скорее уместнее говорить о пространстве большой Евразии. И когда мы говорим о ЕАЭС, мы должны еще упоминать четырех партнеров – Китай, Туркменистан, Азербайджан, Иран. Вот если будем рассматривать Туркменистан, то сейчас Туркменистан приобретает характер такого важного транзитного хаба в условиях перестройки всей международной торговли. Вообще, что об этом нам говорит? С 2021 года Туркменистан усиливает свое сотрудничество именно с ЕАЭС. Во-первых, первый визит еще на тот момент не президента, Сердара Берды Мухамедова, он был в Казань на заседании межправительственного совета ЕАЭС. Слово, Туркменистан никакого отношения к ЕАЭС не имеет, официально туда не входит. Июнь 2022 года первый свой визит государственным Туркменистан совершает также в Российскую, президент Туркменистана также совершает в Российскую Федерацию. Здесь четко президенты двух стран обсуждают потенциал именно ЕАЭС и, соответственно, новую роль Туркменистана как именно транзитного хаба в рамках этого объединения. Январь 2023 года Туркменно-Российский форум. Здесь уже обсуждается конкретная детальная дорожная карта, повестка, скажем так, для дальнейшего сотрудничества. И речь идет о развитии восточной ветки транспортного коридора Север-Юг. Вот на сегодняшний день у нас наиболее рабочая – это западная ветка. Она идет через Азербайджан. Ее мы тоже модифицируем. И вот вторая линейка развития нашего сотрудничества со странами, официально не являющимися членами Евразийского экономического союза – это как раз вот западная ветка проекта Север-Юг. А восточная – она идет через Туркменистан. Да, на сегодняшний день у нас уже первичная инфраструктура есть. Но ее, понятное дело, не хватает. Проект Север-Юг вообще изначально инициировался тремя новыми, скажем так, экономиками, экономическими лидерами – это Индия, Россия и Иран. И ключевая эта проблема – это поставки из Индии и Ирана в Российскую Федерацию. Транскаспий у нас на сегодняшний день при всех своих даже максимальных возможностях он не справляется с грузопотоком. Поэтому вопрос нужно было как-то решать. И здесь наиболее выгодное местоположение географическое, геополитическое, оно, конечно, Туркменистана. Поэтому сегодня для нас это первая такая опорная точка. И Туркменистан активно в этом плане развивается. Можно, пожалуйста, мне следующий слайд? И вот следующий визит после Российской Федерации президент Туркменистана совершил в Китай. До этого был визит в Иран. И эти два партнера тоже подчеркнули транспортный потенциал, транзитный потенциал Туркменистана. Поэтому сегодня мы еще видим и наложение Евразийского экономического союза на несколько других крупных проектов. Но это прежде всего один пояс, один путь. Не случайно в феврале 2023 года была подписана дорожная карта о сопряжении двух этих проектов. А во-вторых, мы еще и видим наложение в целом. Если проанализируем интеграционные портфели наших основных союзников, членов Евразийского экономического союза, то мы увидим определенную схожесть, определенные параллели. Поэтому сегодня в отрыве от ШОС, ОДКБ, да и в целом даже от БРИКС, мы Евразийский экономический союз не рассматриваем. Ну и наконец, следующий наш партнер. Это Китай. Если мы будем говорить о Китае, то здесь уже Евгения Викторовна, в принципе, подробно достаточно сказала. Но это сопряжение двух проектов. ЕАЭС и Китайская инициатива «Один путь. Один путь». Много в экспертной среде об этом говорили. Боялись синофобских настроений. В том же самом Казахстане, да и в России. Боялись усиления китайцев. А насколько вот Россия здесь сможет сохранить статус полноправного, скажем так, и равноправного партнера. Но на сегодняшний день пока опасений нет. Ну, как минимум, потому что мы вместе и дружно поддерживаем контрбезопасность Центральной Азии. Афганский кейс тоже никто не отменял. В этом плане статус Туркменистана тоже особое значение приобретает. Ну, потому что граница с Афганистаном у двух наших партнеров. Это Туркменистан и Таджикистан. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Таджикистан сюда. Ну, вот самый потяженный. Можно следующий слайд, пожалуйста? Ну, и дальше РАН и Азербайджан. С Ираном на сегодняшний день у Евразийского экономического союза вообще подписаны протокольные документы о создании зоны свободной торговли. Для нас это, конечно, большой плюс. Ну, потому что у РАН, так же, как и у Туркменистана, хороший логистический потенциал. Это и Транскаспий, это и Южные порты, которые они уже сегодня готовы со всеми преференциями для стран-членов Евразийского экономического союза предоставить. Ну, и РАН в целом готов дальше свой транспортный потенциал раскручивать, увеличивая в том числе и торговый флот, и ЖД ветки сейчас активно отстраиваются. И в этом плане ИРАН идет с одной стороны в связке с Туркменистаном, с другой стороны в связке с Азербайджаном. Вот следующее, что я хотела здесь отметить, это перспектива расширения такого неформального ЕАЭС до уровня России, Азербайджан, Иран. В этом плане, с одной стороны, у нас транспортный коридор Север-Юг, западная ветка, о которой я уже говорила, в плане стоимости на сегодняшний день пропускных возможностей, это наиболее такая эффективная ветка. И в целом, если рассматривать именно логистический потенциал и стоимость товаров, которые по ней идут, то, конечно, это выгодно. И выгоднее пока, чем и восточная ветка в том числе. А пометуя события 2021 года со временным блокированием грузоперевозок по советскому каналу, это, возможно, даже единственная ветка при каких-то обстоятельствах может быть. Ну и, наконец, если говорить об Азербайджане, то здесь важные, конечно, договоренности были достигнуты между Ираном и Азербайджаном о снижении пошлин и таможенных всех процессов. Это важно почему? Ну, потому что, если мы говорим о ветке восточной и западной, ключевая проблема по инфраструктуре – это тарифные и нетарифные барьеры, которые там были. И все это очень сильно сказывалось на стоимость итоговой товары. И, понятное дело, что если этот вопрос окончательно будет решен на всех уровнях, то это значительно повысит в целом и грузопотоки, которые будут идти в сторону Евразийского экономического союза и итоговую целью Российской Федерации. Поэтому, в целом, потенциал у этого большой. Можно, пожалуйста, следующий слайд, он последний, если я правильно помню. Да. Вот сейчас те страны, которые я озвучиваю, Китай, Туркменистан, Иран и Азербайджан – это так называемая первая волна расширения ЕАЭС неформального. Также рассматривается и на уровне бизнеса, и среди правителей стран-членов ЕАЭС второй виток, вторая волна расширения такого неформального союза. До каких стран? До Египта, Индии, Индонезии, Монголии, а также стран Персидского залива. Вот не случайно, я в самом начале сказала, что сегодня мы не рассматриваем Евразийский экономический союз в отрыве от ШОС, БРИКС и других проектов. Но потому что российские и китайские инициативы, они идут параллельно. Вот если мы посмотрим, какие страны на сегодняшний день входят в ШОС, то Индия и Иран, они же активно сотрудничают с нами и по линии всех транспортных, транзитных процессов, в том числе активно участвуют по линии проектов Север-Юг, а также в рамках Евразийского экономического союза. Если мы посмотрим на БРИКС, то здесь среди кандидатов, а также тех, кто выразил желание, в том числе это Иран, Индонезия, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и так далее. То есть мы видим, что вот эти процессы идут параллельно. Можно, пожалуйста, последний слайд мне? Поэтому сегодня, конечно, мы видим сопряжение как российских и китайских инициатив, в целом так и отдельных интеграционных проектов. Ну и формируется общий рынок. Понятное дело, что не вопрос одного дня, и там год, два, три мы все равно санкционный эффект чувствовать будем. Но в то же самое время уже сегодня мы уже сделаем выводы о формировании макрорегиона. Вот как изначально в 1994 году Назарбаев выступая в МГУ подчеркивал, что Евразийское пространство, Евразийский союз должно строиться на фундаменте единого экономического пространства и совместной оборонной политики. Но то же самое, судя по расширению и тем процессам, которые идут у нас на этом пространстве, но можно говорить и сегодня, что ДКБ тоже играет важную роль и тоже встраивается в ту систему, которая формируется. Но на этом у меня все. Немножечко, возможно, сумбурно, потому что старалась успеть по времени. Спасибо большое, Дарья, Евгения. Очень детальный обстоятельный анализ макроэкономической, макрополитической обстановки на в целом постсоветском и сопряженном с его границами пространстве. Я думаю, мы можем вопросы давать к докладчикам по данной теме. Если нет, хотел бы передать слово, я думаю, Дарье Лобановой, чтобы какие-то некоторые итоги и выводы мы могли. Выводы делать, честно говоря, побоюсь. Но думаю, что все, что было сказано сегодня, это все имеет большую значимость для специалистов, практиков, теоретиков, потому что собрано было большое количество материалов, много было проанализировано и видно было по поступлениям, по презентациям, что действительно мы слушали сегодня ведущих и квалифицированных специалистов по каждой области. Спасибо вам большое за возможность совместного проведения мероприятий. Мы всегда рады дать площадку и где-то помочь другими вещами. Но в данном случае полностью мероприятие было с содержательной стороны, подготовлено финансовым университетом по правительству Российской Федерации, за что вам большое спасибо. Мы будем рады и дальше подключаться ко всем делам. Спасибо еще раз тем, кто пришел очно, кто был с нами, можно сказать, до самого конца. Мы с небольшим, ну, часовым, да, с часовой задержкой сегодня провели мероприятие. Но думаю, что это говорит о том, что, ну, на самом деле, каждая тема, она тянет на... Не то чтобы даже отдельный доклад, на отдельное большое исследование. И все сегодня попытались в максимально таком сжатом виде предоставить ключевые выводы, итоги. Вот за что вам большое спасибо. Всех было очень интересно слушать. Спасибо, Дарья. Выводы мы еще сформулируем. Дополнительно, да, выдержки краткие из наших выступлений и докладов в качестве рекомендаций. Ну и, соответственно, информационное освещение проведем. Большое спасибо всем, уважаемые коллеги, за участие. Мы продолжим и на треке годичного нашего среза. Но я думаю, что, вновь не доставить себя ждать, мы будем собираться анализировать эту историю, давать рекомендации на регулярной основе. Но эта история продолжается. Плюс это или минус. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.